Друзья, всем привет! Вы слушаете SD-Cast, 113 выпуск, на дворе январь 2020 года. С вами, как обычно, в этой виртуальной студии я, Кейс Даймон, и сегодня у меня в гостях Александр Сербум, руководитель направления контроля качества, интеграции и внедрений в компании 1S Bittrex, а также технологический, такой технический евангелист. Саш, привет! Привет! Привет, коллеги! Ну, по традиции, давай, расскажи про себя немножко, как ты попал в наш славный айтишный мир, как давно и чем занимаешься? Ох, как я попал в айтишный мир! Это была болезнь, близкая к наркомании, наверное. Она началась в 12 лет, когда мне родители купили персональный компьютер БК-1001. Он сводил меня с ума тем, что я не понимал, как это работает, он дорого стоил. Я проштудировал всю литературу доступную по этому компьютеру. Научился кое-как программировать, и, слава богу, тогда был еще коммунизм, были станции юных техников. И там я увидел настоящих программистов. Тогда это было немножко такое все программирование для гиков. Там, в основном, такие были очкарики умные на этих всех станциях юных техников. Но, тем не менее, я стал читать, заниматься, изучать. И именно драйв для меня был, это именно вычисление и результат, быстрый результат. Ты пишешь код, который работает. Не математика, я математику ненавидел, до сих пор ненавижу, мне тошнит. Вот, да. А именно результаты инженерия. Ты создаешь что-то, что работает. Я написал себе несколько игр. Я в них играл, лабиринтики, самолетики, вертолетики, стрелялочки на бейсике. Потом я перебрался в ассемблер, потому что на нем можно было более красивые игры делать. Потом, со временем, я себе собрал спектрум и начал программировать на спектрум. На спектруме, не на бейсике, а уже на ассемблере только. Я написал несколько игрушек. В общем, я программировал для себя. И музыкальный синтезатор, который мне нотки вводил, он наиграл у меня. Ну, то есть, я разработчик, я же могу что-то для себя сделать. Но я понимал всегда, что я как бы не настоящий программист. И надо что-то знать, надо читать какие-то книжки. А я читал, не понимал. Никто мне не мог объяснить. Я параллельно написал программку по астрологии. В тот момент это была школа и начал института. Я увлекся, не знаю почему. Я увлекался астрономией с детства. У меня телескоп есть, книжки, звездное небо знаю хорошо. И астрология почему-то мне стала интересна. Ну, к машине Леник, наверное, тянуло меня тоже с детства. К этим всем предсказаниям. И я написал программку, которая чертит эфемериды для планет, вычисляет. Вот пришел на кафедру астрофизики. Я сам из Ростова-на-Доно. Закончил в Донецком государстве технический университет. Пришел на кафедру астрофизики и спросил, как считать эфемериды на компьютере. А мне сказали, для чего тебе, мальчик, это нужно? Я сказал, ну я астрологические прогнозы создаю. Они говорят, ты что, с ума сошел? Мы нас сошли за слово астрология, так мне не помогли. В итоге я нашел, как численным методом считается площадь сектора эллипса для решения второго закона Кеплера. При движении планеты площадь сектора эллипса должна быть постоянная. И я начал считать эфемериды. Да, не точно, но моя программка на бейсике выиграла специальный приз, олимпиаду по программированию. В Доме пионеров мне вручили книжку, как предсказывать погоду. Ну, то есть, знаки, что мне придется заниматься дальше макин-бьюнингом, дата-сайенсом, они как бы с тех времен еще шли, с времен коммунизма. Потом я не поступил в институт на кафедру информатики, мне не хватило баллов. Я набрал 8 баллов из 10, по физике и математике получил четверки. Но при этом я учился в физико-математическом лицее при Дагонском государстве и техническом университете. У нас был очень хороший математик, который заставлял нас любить математику. И заставлял нас делать домашние задания и извлекать корень методом граней. Я до сих пор ему благодарен за связанный учитель Алексей Кужарин. Слушай, вот это, кстати, маленький такой отступление, знаешь, и вот согласись, что очень велика роль учителя во всем этом процессе. То есть, вот можно там быть какая-то предрасположенность интерес, но настолько многое зависит от учителя, что действительно он может либо отбить желание, любой интерес к какому-то предмету, который тебе до этого сильно нравился, либо, наоборот, привить любовь к тому, к чему ты вообще терпеть не мог, что терпеть не мог. Да, очень важна роль учителя. Слава Богу, у меня были три преподавателя, которые, вот, они были фанатики. Ну, наверное, прежде всего, наверное, чтобы ввести, наверное, слушателей в это ощущение учителя, я рекомендую посмотреть два фильма. Первый фильм – это «Общество мертвых поэтов» про фанатичного преподавателя литературы. Я всегда ненавидел литературу и гуманитариев, а сейчас я начинаю понимать, насколько это важно. Прекрасный фильм показывает, что такое преподавательность, который горит литературой. Второй фильм, который я, кроме того, люблю посмотреть, это фильм про барабанщика, который… Я вот, блин, название забыл. Это из не очень старых, достаточно свежей. Неодержимость или как-то… Неодержимость, да, 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 да. Очень чумовой просто, да. Про барабанщика, который барабанил, да, и его там дрался с преподавателем музыки. Да-да-да, типа, да, неодержимость. Ну, как-то так, да, что-то такое. Да, это найти легко. Вот. У меня был преподаватель хороший по сольфеджио, который нам рассказывал детективные истории, а в конце урока немножко мы занимались сольфеджио. Человек, который мне компьютер настраивал, тоже был таким настоящим инженером. Ну, то есть, смысл… И мама мне всегда разрешала делать все, что я захочу. То есть, как бы, защищала меня в школе от… То есть, сама система школьная, она мне до сих пор не нравится. Это какой-то садомазохизм. То есть, я не понимаю, как бы… Школа должна зажигать, а такое впечатление, что это комбинат по сжиганию времени подристающего поколения. Возможно, просто мне не повезло со школой. Вот. И мама мне всегда разрешала вот астрономия, там, телескоп, микроскоп, там, химия, пожалуйста, физика, там, взорвался, там, весь пришел, там, в говне, там, ничего страшного. Ты поставил эксперимент, ты что-то узнал. То есть, вот дух поиска, его должны преподаватели хорошие прививать. Потому что знания сами по себе, этот пласт знаний, который сейчас большой мы накопили, человечество накопило, он без преподавателя ни о чем. Это просто мертвый хлам какой-то. Наука – это хлам. И нужная энергия, нужен дух святой, который бы зажигал с желанием это изучать, понимать. Ну, не знаю, взять математику, да? А логарифмы. Это же вообще, то есть, люди хреново вообще долго умножали, когда они поняли, что с помощью логарифмов можно сначала перевести числа в их логарифм, потом сложить. И это сложение означает произведение, если ты потом обратно получишь, вернешь обратно из логарифмической оси в число, ты получишь произведение. Это, ну, они получили трансцендентную функцию. Они поняли, что мир, который мы живем, он прекрасный, он очень офигенный, он фан. И, как бы, вот это пример, да, вот как можно о математике рассказывать интересно, что там калькуляторы, первые калькуляторы, логарифмические линейки. Они работают. И таких вот лайфхаков очень много в науке. И если давать их правильно, то, конечно, и такой преподаватель бы давал, то, как бы, это важно, да? А если будут просто там пиликать что-то, то даже литературу может затошнить. Вот, и поэтому, как бы, да, вот мне повезло с преподавателями. И поэтому по жизни потом я искал всегда книги, которые написаны фанатами, фанатами дела. Вот, первая книжка, наверное, фанатом написана, это Синкин, Философия Джава Брюса Эккеля. Она мне очень понравилась. Я написал ему письмо, ответил, что, как бы, да, спасибо. Ну, я обычно... Вот, вторая книга, которая очень сильно на меня повлияла. Ну, Джава, потому что, как бы, ну, не знаю, так сложилось исторически. Просто тянуло к чему-то сложному, да. Вот, я пытался Страусу читать, Си Плюс Плюс, но мне это какой-то... Не знаю почему, но я книги по Си Плюс Плюс напоминают мне какой-то наркоманский какой-то бред. То есть, после книг про Джаву, где у тебя системно строгий подход, там какое-то такое страшное раздолбайство. И эти книги меня всегда отталкивали. Я не понимал, что там за уровень, что там за контингент, который пишет таким убогим кургузным языком. Может быть, мне просто не повезло с авторами по Плюсам. Может быть, я бы вошел в Плюсы, нужен был нормальный автор. Кирингона Ричи про Си, я много книг про Си очень много прочитал, разных сторон, но по Плюсам я так и не нашел. Эффектив Си, там, Майера, это все, короче, не то. Вот Экель, прекрасная книга. И вторая книга, которая на меня очень сильно повлияла, это книга Джошуа Блоха «Эффектив Джава». Прекрасная книга, которая рассказывает о том, что бывает с Кодом, когда он там год живет два, два, три, четыре, пять лет. Потому что Блок занимался поддержкой библиотек Джавовских, и это очень известный автор, инженер. И книга просто на одном дыхании читается, несколько раз ее прочитал, потому что она именно дает прочувствовать то, что именно ощущает разработчик. Не тогда, когда он там в драйве пишет, а когда он поддерживает код и разбирается в своем же коде через год, когда он ничего не помнит и с ума начинает сходить. Особенно, если несколько человек код писал. И вот эти книги очень сильно на меня повлияли. Но, как бы, что еще из книг? Ну, наверное, бывают лекторы такие зажигающие, их интересно послушать. Интересно, наверное, из разработчиков современности, который на меня повлиял, ну да, это Ленус Торвать с его таким жестким высказыванием, но это настоящий инженер, который пишет B.code. Да, вот есть методология. Пишите B.code. Вот он пишет B.code всегда. Он не занимается меджанами, скрамами, канбанами, он просто пишет. Стивенс, Ричард Стивенс, очень нравится автор, это Unix, Unix изнутри, TCP, IP Explainer, книги по устройству Linux, ядра. Прекрасные книги. Очень подробные, интересные, такие вот прямо, он так копает, изучает, разбирает, по полочкам раскладывает. В принципе, наверное, ну вот таких авторов, я всегда стараюсь найти именно автора, который вот тебя потихонечку проведет за руку. Бывают хорошие авторы, ну, там, по другим языкам, но вот, к сожалению, мало. Слушай, ну это же вот известное такое, в неизвестном смысле, мне очень нравится отношение к книгам, потому что, знаешь, ну книг много разных, да, и действительно, ну, есть которые, вот надо просто найти того автора, который тебе, именно тебе подходит. То есть, это вполне нормально, что соседний автор, там, по смежной тематике тебе не подходит, но кому-то наоборот, и это как бы ок. Тут как бы, там, мне надо себя пытаться вот заставлять, там, читать что-то, что тебе не нравится, это бессмысленно. Ты не получишь от этого ни опыта, ни удовольствия, ни, как бы, знаний никаких, ты просто сам себя насилуешь. Поэтому найди того, кто тебе интересен, и получай, как бы, кайф от всего этого процесса. Получай кайф, да, вот получай кайф, обучение должно быть, программирование должно быть с удовольствием всегда. И я вот в институт, я на кафедру информатики не поступил, мне не хватило балла одного, я поступил на кафедру приборостроения, вот, изучали какую-то ерундистику, но некоторые предметы были интересны, та же математика была выше, интересно, программирование там, я на пятерке у меня были, вот, английским пришлось заниматься, потому что я в школе учил немецкий, английский выучил в институте. Выучил просто, прописывал каждое слово по три строки в тетрадке, куча тетрадок прописанных. Срода мазохизма, что делать? Иначе, везде надо работать, надо везде, так сказать, проявить... Терпение и труд, все перед трудом. Терпение и труд. Ну, короче, это не Memcached, это Latin.fm, блин, я забыл. Неважно, ладно, ну, а что? Весь библиотека, да, смысл в том, что самовысказание запомнилось, что код хороший, но в него вложили мало любви, и, типа, надо еще больше любви вложить, тогда будет лучше работать. Такое вот, знаешь, отношение к коду, что код требует любви, ему надо согреть энергией, тогда все хорошо. И еще одно высказывание, которое очень сильно на меня повлияло, это то, что в коде важны не детали, а важны мысли, которые за ним стоят. Если мысли хорошие, то все нормально. Если мысли плохие, то все. А детали, они всегда там... И поэтому, как бы, вот разработчики тоже, я делю, как бы, грубо на две категории, это те, кто, ну, как буквоеды, да, то есть, кто любит, вот, до идеальности сюда водить, и даже теряя идею. И те, кто пишет код, кто горит и реализует задачу, красиво решает. И вот с этими вторыми, как мне кажется, интереснее. Ну, а потом, после института, я ушел, я вообще занимался каким-то трехмерной графикой на телестудии Северного Кавказского военного округа, в 3D Max я вращал модели. Ну, меня тянуло, вот компьютеры тянули. Я не думал, что программирование я могу зарабатывать деньги. Мне казалось, программирование это для гиков, что-то такое, ну, неинтересное. Нет, мне было интересно, я фанат этого, но я не понимал, как тут деньги зарабатывать. А потом я вдруг понял, что Веб, Веб это такая развивающаяся область, нулевые как раз были годы, я понял, что в Вебе на самом деле именно навыки программирования быстрого получения результата, они важны. Я сделал несколько сайтов, потом я параллельно ушел работать в администрацию президента Российской Федерации, меня с телестудии Северного Кавказского округа, позвали военные туда. Я несколько лет работал в администрации президента, у меня была Ксива, я был чиновником федеральным, я ездил в Москву. Ох, ох, ох. И Ксива, да, у меня была такая Ксива интересная администрация президента. Я проходил в Кремль, я решил приколваться и прошел в Кремль через Пасковую башню просто. Там проход же есть, от Мавзолея я просто нагло пошел, от Мавзолея в Пасковую башню говорю, пропустите меня. Ксива показал, они говорят, оружие есть? Я говорю, нет, ну, проходите. Я зашел в Кремль, погулял, потом в туалет зашел в Госдуму, значит, ну, проверил, как Ксива работает. Но там было скучно мне. На госслужбе оказалось, что это работа чисто театр для меня. Нет, там я встретил очень, там много людей, которые действительно работают, которые хорошие. Я увидел, что такое настоящий руководитель. У меня был прекрасный руководитель, Епифан Сергей Николаевич, бывший представитель ЦК Башкирии. Настоящий, вот, к старой закалке. А чем ты там занимался? То есть, что у тебя за работа-то там была? Что ты там делал такого? Изначально я занимался тем, что я набирал тексты для всяких дедушек, которые не умели с компьютером работать. Там почти все старые руководители, старая школа, они с компьютерами очень не дружат. Ну, понятно, да. Где он набирал тексты как секретарш. Но постепенно, так как я параллельно, в этот момент я учился в Духовном училище Русской Прославной Церкви, экстерном я заканчивал и пел в хоре церковном 10 лет. Я как бы, они поняли, что я там с религиями как-то интересуюсь этой темой, и на меня повесили координацию деятельности предопрезидента с религиозными объединениями. И я стал этим тоже заниматься. Ну, как заниматься? Ну, административно там, совещание собрал там, провел совещание, миротворческий совет, там, там, мир-мир, мир-труд-май. Ну, то есть, президентская власть, она чем занимается? Она балансирует, она как бы пытается, чтобы все было справедливо, и защищался человек. Президент гарант прав в свободе человека, ну, в нашей стране. И мы, как бы, вот, ну, на самом деле, очень-очень добрая, очень такая светлая задача, это защищать права человека. И мы вот пытались защитить, это был Юг России, Ростов-на-Дону, я курировал это все в Южном федеральном округе, 13 субъектов федерации. Был на Кавказе, в Чеченской республике, там, очень, встречался с кучей муфтев, владык, разных, там, других религиозных организаций, буддисты, там, протестанты различные и так далее. Было очень интересно. Потом параллельно я стал заниматься вопросами спорта, спортивных организаций, молодежи организаций. Ну, здесь обычная административная работа такая. Я так понимаю, программирование-то тебя все это время не отпускало, да, про сайты? Ну, да, да, у меня книжка лежала, не поверишь, в столе, в моем кабинете. Я открывал, значит, по вечерам, значит, столик, и открывалась книжка, распечатанная на принтере, на матричном. Welcome to FreeBSD называлась. О-о-о! И я, там, короче, по меточке смотрел, там, на ноутбуке, я изучал FreeBSD, компилил, там. Ну, то есть, вот это меня влекло всегда, то есть, что-то серьезное, интересное, да, даже на груз-службе. В итоге, как бы, можно было продолжать это дело, но ты не получаешь конкретного результата, а ты не пишешь код, ты не решаешь какие-то задачи, ты новое сердце не выпускаешь для клиентов. Ну, как-то, нет, можно, может быть, интересно, ну, там, делать вид, что там крутой босс, но мне это не нравилось. В итоге я ушел в Сбербанк, и вот здесь я начал, вспомнил свои навыки программирования и начал делать сайт. Я сделал сайт Юго-Западного банка Сбербанка России, это PHP была, я выбирал, что Java, PHP, Python, Perl, ну, книжка по PHP выглядела наиболее красиво, я, в общем, ее купил. Вот, что на PHP-то за неделю? Эти все эти языки, вот эти все, Python, вот это, PHP, Perl, это все языки, там, которые за неделю можно, там, вникнуть и писать. Это, я даже не считаю, что это программирование, я считаю, что сейчас дети рождаются знанием Патина, я вас криптар. То есть, это не программирование, это просто что-то такое быстренькое, там, сделать, проверить гипотезу. Я считаю, что надо обязательно изучать что-то, и поэтому я для себя всегда что-то брал тяжелое, читал, и так было Java, то есть, параллельно шло всегда. Вот, и я быстренько сделал сайтик, там, за два месяца, админочка, MySQL, сервер настроил, ну, это FreeBSD, знал, а RedHat, ну, ну, что там, Linux, Linux, это же упрощенка по сравнению с Unix. В итоге серверочек настроил, там, отвез, то есть, полный комплекс работ, тогда это называлось Webmaster, у меня и верстало, и все. Ну, да-да-да, это мы вот всегда все вспоминаем, знаешь, из тех, кто вот из тех годов уже все это начинал, что, да, мы раньше не было такого, там, фронтенд-разработчик или, там, бэкенд-разработчик. Раньше было просто, там, не знаю, вот, да, Webmaster, что-то типа того. Ты все, и сервер поднимешь, и настроишь сервера, и операционку, и фронтенд, бэкенд, и CSS напишешь, и еще и почту настроишь, и принтер починишь у этого самого бухгалтера. Вот это все называлось. Да, и, да, это нормально, и, как бы, это очень широкие, эти знания до сих пор очень сильно востребованы. Я, как бы, с админами, я на одной волне всегда, всегда с админами, я понимаю, что, там, я, 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 Стивен, сочетал, TCP, IPXPlanet, там, я все системные вызовы Linux, когда-то смотрел, очень внимательно, там, C. И, ну, а как, а как ты будешь администрировать, если ты синий, понимаешь, как-то у тебя баш работает, там, что такое потоки, процессы, там, команда, команда PS в Unix, все ключи знать. Да, там, один админ из тысячи знает, вообще понимает. Один админ, там, из десятков понимает, что такое потоки и процессы, не все знают, допустим, да. Сейчас, там, мода, там, эти всякие, там, докеры. Господи, да, вы сначала поймите, что такое ядро операционной системы, чтобы девопсом заниматься. Сейчас же, вот эта, вот, мода на девопс, она меня очень сильно напрягает, потому что, я понимаю, что это люди, которые играют с докера, кубернета, они больше ничего не знают. Они не понимают, как это работает изнутри, что это, что за виртуализация, почему она нужна. Просто, и они, то есть, это просто, как бы, ну, как, знаешь, вот это, вот, телефоны, вот, андроиды выпустили, там, эти, аэплы, и все, там, вот, играют в телефоны, сидят. Вот, в принципе, пользователи этих, телефонов. Слушай, ну, это же, это же, да, но это же всегда так было и есть, как бы, что в программировании, знаешь, я вот уже, уже, по-моему, не знаю, десяток раз приводил пример, там, про программиста, который, там, сетевого, пишет сетевые приложения, но не знает, как работает, там, TCP, IP, и не понимает, как DNS, да, работает, вот. Вспомнишь, раньше все очень частый вопрос, там, на всех CBS-ах был, расскажите, как, что происходит, когда ты в браузере набираешь, там, не знаю, имя сайта и нажимаешь Enter, да, вот, там. Яндекс.ру, и, вот, нажимаешь Enter, что происходит под капотом? Классный вопрос, офигенный вопрос, но... Сколько деталей начинается. Да, да, и тут просто вопрос на том, насколько, как бы, хватает компетенции знаний человеку рассказать. Один скажет, ну, открывается страничка в браузере с Яндексом, да, вот, как бы, самый простой ответ, да, кто-то там дойдет до того, что чуть ли не, там, gethost, name by IP, вот это все, да, так сказать, резолок и так далее. Ну, вот, и тот же самый с DevOps, идея-то, как бы, DevOps, она правильная и здоровая, что ее, она всегда была, да, но просто раньше это как-то так, она не была сформулирована, не была так озвучена именно в открытую, ну, а ее открыли, начали пропагандировать, и это правильно. Вопрос в том, что под капотом надо не забывать, что это не означает, что давайте все завернем в докеры, в кубернетис, и теперь фронтендеру, вместо того, чтобы запустить сайтик, он просто пишет, там, докер, пул, там, ран, да, и у него вот окружение, он довольно счастливый, но от этого знания-то у него не пробавилось в том, как оно работает, понимаешь, в чем дело? Нет, сломается, ты вообще не поймешь. А, ну, там, да, ты скажешь, пусть админ разбирается, и бегут все к бородатому админу, который вообще понимает мир, в котором он живет. Вот я в Сбире, да, я в Сбире сделал сайт, и мне стало скучно, то есть я написал сайт, админку, то есть я быстро закодил проект, да, там не было юнит-тестов, это да, я каюсь в этом, но был очень чистый код, я несколько раз там его вычищал, смотрел, то есть он работал, он был ясный, была баска, и мне стало скучно. И я стал пытаться куда-то уехать за рубеж, Австралия куда-нибудь там, вот Москва, там, ну, это я же с югородом, в итоге Москва как бы меня пригласила быстрее, вот, а в Австралии нужно было, мне денег не хватало туда уехать, там нужно было что-то оформлять, там, в принципе, можно было уехать или в Америку, у меня коллеги, кто-то в Америку уехал, кто-то тоже в Австралию, кто-то в Канаду, а мне денег не было. И я устроился в Москву в компанию Q-Soft, это такая компания WebStudio, тогда она была в подвальчике, начинали ребята, первый договор как раз начинался тогда, сейчас эта компания очень развилась, ребята выпустили свой продукт, AmaCRM, ну, конкурент нашего, BITX24, ну, у меня просто теплое отношение с ребятами с Q-Soft, вот, мы начинали тогда вместе, и там очень хорошие ребята, они сейчас в Америке, у них там филиалы, то есть они там продают, вот, и технический директор Саша Сухов, прекрасный просто человек, очень сильно на него повлиял, очень, очень компетентный, грамотный, вот, и там началась уже разработка такая промышленная за деньги, и на BITX, а на BITX, ну, я сам эти CMS-ки, я несколько CMS-ок написал, что их там писать, BITX, он большой, он большой и простой, как автомат Калашников, набор автоматов Калашников, у тебя такой, то есть, всегда можно разобраться, как работает, это большой набор скриптов, но BITX написан очень сексуально, он очень простой, и в этом мудрость большая, и в нем легко разобраться, ну, как вот, я всегда любил вещи, которые понятны, в Java меня всегда немножко напрягало тем, что там бывают такие вещи, Spring, например, ну, господи, ну, ты должен что-то, какие-то концепции абстрактные понять, чтобы решить простую задачу, в PHP, как правило, такого нет, в PHP же сам язык, он прекрасный тем, что этот язык, для того, чтобы решать бизнес-задачи, а не для того, чтобы там красиво программировать, вот, и BITX мне понравился тем, что я быстро решал задачу, вот, и один из первых проектов крупных, это был Eldorado.ru, магазин, ну, до сих пор это на BITX, наш проект вот работает, Qsoft, он развивается, это сейчас огромный проект, который на PHP, на BITX, там, десятки, сотни серверов уже, добавляются у них новые магазины, добавляется сервер, вот, мы тогда вот его запускали, мы ночами там не спали, там вот и Highload начался, и Unix, и администрирование, и программирование, и PHP, то есть, я тогда понял, что PHP, ну, в том числе и BITX, неважно, я не продаю наш продукт, я расскажу, PHP, это реальный инструмент боевой, он решает бизнес-задачи, это инструмент, который позволяет, ну, как красиво, он работает, ну, да, свои плюс-минусы, но это то, что работает, строчка кода, пять строчек кода решает бизнес-задачу, там, в баску записал, сходил туда, если у тебя руки из правильного места растут, ты читаешь книжки к программированию, ты на PHP будешь писать нормально, аккуратно, строго, читаемо, красиво, поддерживаемый код, вот, потом у нас появились там проекты, Ростелеком, Связной, Евросеть, и мы большие такие делали системы на PHP, на BITX, для крупных таких клиентов, ну, естественно, мы конкурировали с всякими джалами, там, и так далее, с дотнетами, но я увидел, как PHP конкурирует с джалами, прекрасно конкурирует, и работает, и решает задачи быстрее, вот вопрос по поводу языка программирования, да, вот, после этого, ну, PHP, как бы, что там, это неделя-две, там, если ты знаешь Unix, и ты знаешь сетевые стандарты, а я очень увлекался раньше RFC, читал, мне нравилось читать RFC, я поразбирался в деталях, TCP, IP, DNS, да, вот, Mail, вот, RFC, Слушай, а мне кажется, сейчас вот спроси у любого современного такого программиста, неважно, даже бэкэндера, сколько RFC ты прочитал, я уверен, что многие ответят ноль, Ну, да, да, это есть, хотя мне кажется, очень классная вот штука, RFC-шка, это вот, ну, не зря они были написаны, действительно, в том же самом, там, TCP, DNS, DNS, не самые, скажем так, уж сложные, по большому счету, документы, большие, да, но даже просто их так немножко по диагонали просмотреть, как там фреймы устроены, 5-10, это очень-очень полезные знания, просто начинаешь понимать, как вообще оно под капотом устроено, и, как бы, сколько люди туда вложили всего, чтобы это вот так было, да, они не просто сажаловались, типа, вот, там, IPv4, это фигня старью, а вы поймите, когда он был написан, тогда совсем мысли другие были, или техника была другая, и нельзя было там на 20 лет вперед заглянуть и сказать, что, ребята, давайте сразу IPv6 сделаем. Да, и сеть вообще, надо понимать, как работает сеть, надо понимать эту физику сети, инфраструктуру, почему так, как это, как это с ядром взаимодействие, что такое там стек, что такое порты, да, там, они же, бывает, заканчиваются порты. Ну, то есть, надо обязательно, я считаю, что, да, веб-разработчик, он должен делать много усилий, чтобы понять, как работает веб, именно с точки зрения физики. И в итоге, вот, пошли проекты, и я почему-то подумал, что, может быть, мне надо как-то в управление уже уходить, потому что, ну, я код пишу, как бы, все понятно, все получается, все нормально, все работает, проблем никаких, но я уже могу больше помогать, как проектировщик, да, там, с точки зрения анализа, с точки зрения ТЗ, там, на встречах с клиентами. Я ушел в софт-лайн, в компанию софт-лайн, вот, руководителем разработки, отдел разработки, там, в департаменте большом, и потом, там же я был IT-директором, где-то год, вот этот магазин AllSoft.ru. Я попал в Enterprise настоящий, где разработка была не приоритетной задачей, а просто, как бы, нужно было управлять разработчиками, которые реализовали идеи менеджеров. Я не буду, наверное, рассказывать, какие травмы, там, я психологически получил, но я скажу так, не пытайтесь, ребят, предостричь разработчиков, не пытайтесь, не думайте, что там, где больше платят, позволят вам вырасти профессионально. Понимаете, компания, которая занимается разработкой, там есть фанатики, хорошие, горящие люди, которые научат вас действительно ценностям программирования. И даже если вам платят меньше, в каких-то там компаниях, которые занимаются именно разработкой, даже небольших компаниях, там очень важна харизма, там хорошие люди, там хороший коллектив. А когда вы попадаете в какой-то Enterprise, в котором разработка, это просто как группа сантехников, вас просто могут травмировать глупостью, бестактностью, безответственностью, невоспитанностью. Ну, вами будет управлять человек, который, ну, просто он давит, пытается прессовать, и книжки не читает. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. И поэтому, как бы, я хороший получил опыт, я переделал кучу проектов на Битриксе, там, которые были, которые долго там не заканчивались. Я увидел, что Битрикс, ну, я еще раз увидел, что хорошие коробки, они реально решают бизнес-задачи в 99% случаев. А тяжелый проект, который там был, я так и один, там, я не могу все рассказать, я не дописал. Я внедрил там скрам, мы работали по скраму, практически чистый скрам. Я увидел, кстати, что скрам работает хорошо, и мы переделали почти все проекты по скраму. Но какие-то я увидел, что есть тяжелые проекты, где нужна работа всех уровней власти. А так как я экс-федеральный госслужащий, я знаю, что такое власть, я знаю, что такое совещание, люди. И когда в компании люди не хотят втягиваться в проекты, ну, как, знаешь, вот, в Эджале есть хорошая притча про свинью и поросенка, про поросенка и цыпленка, когда поросенок и цыпленок решили заняться бизнесом. И цыпленок говорит поросенку, а давай создадим ресторан, ещется с беконом. А поросенок говорит, слушай, ну, тогда я буду задействован в бизнесе полностью, а ты только частично. И суть в том, что в этом проектах Эджайл, в них выделяют свиней и кур. Свиньи, те, кто задействован в проекте, они пишут код, они ответственны за результат. Есть куры, которые кукарекают, кричат, но не несет ответственность практически ни за что. Чайка-менеджмент прилетел, нагадил, покричал, улетел. И вот когда в компаниях крупных появляется такая прослойка чаек, становится плохо. Проекты начинают кровоточить и мертвы рождаться. И если у тебя психика некрепкая, то ты можешь получить большую травму на таких проектах. Ну, просто, когда просто давят разработчиков, когда сроки называют от балды. Я не рекомендую людям со слабой психикой вообще влазить во всякие банки. Слушай, а ты пробовал что-то с этим делать? Да, такое встречаю часто. Вот как бы пробовал ли ты что-то это как-то изменить в лучшую сторону? И удалось ли тебе, или все же, так сказать, то, что тот уровень, который выше тебя, не поддался никаким внятным, адекватным изменениям? Конечно, пытался. Я по жизни так получилось. Я немножко агрессивный человек, я боец. Я с этим борюсь, но такое есть, к сожалению. Я, конечно, развезла войну, я пошел к генеральному директору, общались, он меня выслушал, хорошо себя проявил. Всегда генеральный директор, как правило, человек адекватный. Ну, как бы я понял, что не всегда нужны хорошие менеджеры среднего звена, не всегда нужны хорошие... То есть, я понял то, что если ты хочешь действительно заниматься разработкой, тогда надо идти в компанию, которая занимается разработкой. Вот такой вывод я сделал. И я понял. То есть, иногда есть бизнесы, где тебе не дадут заниматься разработкой как положено. Тебе не дадут заниматься разработкой по стандартам, с хорошими инженерными практиками, с тестами, с всякими скрамами, с agile-ами. Слушай, но мне кажется, это же типичный кейс, когда, допустим, в компаниях, да, где есть разработка, но где их разрабатываемый софт не является их основным источником дохода, да, то там сразу отношение к IT совсем другое. Но вот из моего тоже опыта, да. Я работал в интеграторе, где там в какой-то начальных этапах там наш софт, он был так, там основной доход был совсем другой. Это поставки, продажи, там вот это все, да. И очень сложно было доказывать, что, ребята, там надо тестировать, надо там планировать, да. Там как, типа, так, давай завтра, вчера, сегодня, вот это все-все-все. Вот. А там, где все же софт приносит основной доход, мне кажется, немножко легче, даже если там все как-то не очень хорошо изначально, немножко легче менять, да, потому что, ну, как бы, ты можешь немножко, тебе немножко проще оперировать, разговаривать с бизнесом, говорить, смотрите, вот, видите, вот, как бы, сейчас мы улучшим, да, это сразу отражается там как-то, ну, не знаю, там в деньгах, еще в качестве, еще проще менять. Да, 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 и, как бы, я понял, что, ну, я еще сделал один вывод, что разработчики обычно люди умные, а в компаниях крупных, где там бизнес налажен, там очень много, ну, я так скажу, офисный планктон, это нормальные слова, я считаю, что это есть. Офисный планктон, это, как бы, сотрудники, которые не работают плохо, посредственно, да, присасываются к компании, там, уходят, там, куда-то, там, ну, и не только в декрет, есть разные люди, но бывает, то есть, это люди, которые не хотят работать, хотят получать зарплату и хотят, как бы, любящие возможности переводить ответственность на кого-то. В программировании так нельзя, мы инженеры, мы горим, мы фанатики, мы, это творческая деятельность, и вот эти вот подходы, когда офисный планктон, вы просто, он вас убьет, вы получите травму. А в компаниях, которые занимаются разработкой, планктона, как правило, меньше, но он есть. Но он есть всегда, это, как бы, неизвежно. Да, и планктон бывает на уровне сотрудников, бывает на уровне топ-менеджмента, это то же самое. И лучше, если у вас такая ситуация, вы чувствуете, что какая-то фигня происходит, непрофессиональная, рекомендация такая, валите, валите в компанию, где не так. Тем более, сейчас разработка востребована на рынке, зарплаты хорошие. Не пытайтесь мир поменять, вы просто поранитесь, вы получите муральную травму. И вот я ушел, как сказать, вот, на самом деле я в компании, которая работает, я переделал практически все проекты, мы запустили, кроме одного. А я не успел его закончить, потому что нужно было меняться дальше, и было явно, ну, Джайл же показывает проблему, да, Скрэм же показывает, вот. Но, как бы, я понял, что меня не хотят слышать, и ищут от виноватых. А я не люблю искать виноватых, я трудоголик, я работаю, много работаю постоянно. И я ушел в Битрикс. И вот в Битриксе я увидел, я сделал несколько потрясающих открытий. Во-первых, это компания, которая занимается разработкой, да, и действительно там разработчики на хорошем счету, и генеральный директор, и технический директор, и руководитель проектов, там много разработчиков. И как бы, и разработчики, к ним отношение другое, хорошее. То есть, делайте вывод, что в компаниях, где занимаются разработкой, как правило, к разработчикам отношения нормальные. Второе, я увидел, что если компания там делает два раза в год, мне казалось, там фашизм, тирания там. Нет. Там очень позитивная атмосфера. Там не принуждают к труду. То есть, я попал в Близзард, по сути. Мне казалось, что лучшая компания для программиста – это Близзард, где они заставляют программировать. Ты приходишь, садишься, и нравится тебе Диабло, ходишь для Диабло, нравится тебе такая игра, садишь, ходишь. То есть, я, ну не знаю, я, конечно, может быть, и не так, но я читал, что так вроде. И мне казалось, в Геймдеве это самый лучший рай для программиста. И я попал в рай. То есть, я увидел, что, во-первых, тебе платят зарплату, и не говорят, что делать. И ты находишь то, что интересно, вкладываешься, и тебе только позитивно мотивирует. У нас нет на портале кнопки дизлайк, есть только лайк. Никто не кричит матом на кого-то. Никого нет депрессии, нет этого чувства, когда кто-то пришел, на кого-то сорвался и наорал. Я такого за всю работу, 8 лет битых, я такого не видел ни разу. Я думаю, так же в других компаниях, связанных с разработкой. То есть, я понял, что там собрались люди, айтишники, они именно люди, вдохновляющие друг друга. И они друг друга мотивируют. Если какая-то депрессия всякие, психозы, они возникают, как правило, на других уровнях. Среди продажников, маркетинг какой-нибудь. Ну, то есть, там, где люди больше, у них эмоциональный интеллект развит, а логическое мышление развито меньше. Ну, и плюс еще вывод такой, я не знаю, это не фашизм, конечно, но программисты люди умные обычно. А бизнес, я бы сказал, люди другие. У них хорошая развита интуиция, но мозги работают. Они деньги считают хорошо, но, например, беном Ньютона, а у человека кровь из ушей начинает капать, он потеряет сознание. То есть, у них другие части тела развиты, части мозга. И они реально, то есть, они говорят, ну, то есть, по сути, бизнес решит задачку обычную, аналитическую, он не решит. Он ее за неделю тоже не решит часто. Мозги атрофируются. Они другие задачи решают в жизни. И вы имейте это в виду. Если вы будете, это касается не только бизнеса, это касается управления. Как только вы идете в управление, у вас начинает атрофироваться мозг. Имейте в виду. Вы перестаете программировать, вы теряете очень быстро задние навыки. Вы меньше, хуже решаете задачи. И если вы не хотите, вот, то есть, управляя, ну, занимаясь, там, бумажками, руководителями проектов, там, встречаясь с клиентами, это очень важно. Это охрененно важно для компании. Эти задачи нужно решать. И я сейчас эти задачи очень много времени решаю сам. Это коммуникация, это обращение с клиентами, это архитектурные проблемы. Но теряются навыки. Навыки вот этого технических решений задач там. Поэтому очень поможет книжки. Математика какая-нибудь, задачки, там, тервер, вот, что-то такое. Или просто программировать в свободное время. Обязательно не бросайте код. Ни в коем случае. Хотя бы питончик поставьте какой-нибудь ноутбук, Юпитер ноутбук. Хоть питончиком занимайтесь. Иначе вот теряется уверенность в своих силах. Слушай, ну, это типичный сценарий. Вот не так давно у меня в гостях был Антон Титов, который Spiral Scout, да, компания тоже. Технический директор, как бы основатель. Но вот тоже как бы код пишет, код даже пишет там фреймворки такие довольно-таки крутые, серьезные. Я тоже как бы хоть по работе, там у меня особо нет времени программировать, но как бы программист, знаешь, это как не бывает, так сказать, этих самых недействующих программистов, нет, про кого так обычно говорить, потому что что-то забыл. Ну да, бывших. Бывших, да, 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 вот. Поэтому все равно как бы вечерами там где-то в свободное в своих личных проектах как бы, но надо держать руку на пульс. Как бы оно хочется и нужно. Надо, 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 да, 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 да. И в Битриксе вот что мы запустили сразу, я стал участвовать в большом количестве проектов интересных. Мы запустили Битрикс24 с коллегами вместе. Появились другие проекты облачные, то есть Хайлот начался, Джава, наконец, я реализовала свои знания, я считаю, глубокие в области Джава. Не просто Джава там в Спринг взял, там нафигачил, не думая, да, там со встречным сознанием, а именно понимание. Ну, то есть в Джаве очень интересны, сильные качества языка, это многопоточное программирование, вот, и серьезные проекты, там всякие вот эти мьютексы, блокировки, потоки, процессы, вот это все. Я, наконец, реализовала свои знания и решил много задач в компании с помощью Джава, многопоточности, Хайлот, там, холостеров и так далее. То есть, Джава, если глубоко копать, вот там надо долго, ну, где-то год, наверное. То есть, Джава требует такого погружения, и это интересное. А, ОП хорошо развита в Джаве, то есть вот эти все навыки. Ну, это известно, да, да. Да, это сильные стороны, где ты можешь помочь, именно не то, что там поиграться, а именно решить задачи, с помощью инкапсуляции, хорошо, красиво. Вот, это Bittrex. И, как бы, вот, получается, что сейчас я счастлив, потому что есть возможность вот заниматься. И тут начался Data Science в Bittrex. А так как я, как бы, я фолстэк, вот, мне несложно взять там задачу, довести до боя, там, до веба, то я стал заниматься, ну, так сложилось вот этим задачам машинленингом всякие. И много лет уже занимаюсь. Сначала было трудно, потому что я не математик по образованию. Но сейчас я понял, что не нужно быть математиком. Там не так много математики, там надо, ее не так много, но та, которая есть, ее нужно понимать досконально, очень глубоко. И несколько лет вам нужно будет прокачивать эти знания. Это знания из теории вероятностей, надо понимать ее. Ну, хороший учебник это, ну, вот, Венцель по теории вероятности, есть по математической статистике учебник. Короче, посыл такой советские учебники. Самые, мне кажется, лучшие. Самые лучшие, Гмурман, теория вероятности и математических статистик. Прекрасный учебник советский, мой настольный. Вот. Это касательно базы. Надо обязательно базу подтягивать. Модстат, тервер. Дальше. Линейная алгебра. Придется. Не хочется, не хочется, придется. Это эти аналитические геометрии в пространстве, вот эти все вектора. Там не так много, но это нужно. Хорошая книжка сейчас есть, которая позволит инженерам быстро войти в эту область. Это deeplearningbook.org. Книга профессора Джошуа Бенге, Канадский университет нейросетей. Deeplearningbook.org. Она дает, там есть раздел «Математика для инженеров». Прекрасная. Краткая, емкая. Не бойтесь, не бойтесь. Математика есть, но ее там не так много. Схватываете быстренько и дальше просто уже навыки программирования применяете. Это вот… Я на битриксе, мы стали делать проект всякий, там, коллаборативная фильтрация для магазинов. Я участвовал как backend-разработчик. Это огромные, там, у нас десятки тысяч магазинов. Это сейчас на Halo, на Vertice, на Java, Java, Mahout, Spark. Слушай, ну, вот, кстати, ты упоминаешь разные кусочки, там, какие-то проекты. Расскажи в целом вот вообще про вашу систему, какие там есть модули, компании. Потому что все слышали, ну, что такое один из битриксов, все знают, ну, это там CMS на PHP, да. Вот это так, я думаю, что, скорее всего, такой дилетантский взгляд. Расскажи, что у вас есть. Потому что видишь, ты там уже и Java, и какие-то там предсказания, Machine Learning. Просто, чтобы немножко понимать вообще в целом экосистему вот эту, вокруг этого всего, да, и как раз-таки будет интересно послушать там и про вопрос там архитектуры и технологии, стейки, вот это все. Ну, битрикс – это продукт на PHP, который решает задачи управления не только сайтом. Это маленький САП такой. Эта система управляет пользователями, правами, там, блогами, календарями, задачами. Короче, это большое количество разных полезных штук для управления сайтом, для управления интернет-магазином, для управления бизнесом, для управления компанией. Я считаю, что битрикс недооценен, потому что такой функционал в продукте огромный. И это все на PHP. Ну, то есть САП, знаю, да, сколько стоит. Ну, понятно, да. А в битриксе очень много задачи решается прекрасно. Вот. Но, помимо… Почему PHP? Я думал, что просто неграмотные разработчики ничего не умеют. Нет, в битриксе очень костяк разработчиков, очень грамотные люди. Это C++, это Java, это многих системчиков. Причина в том, что на PHP можно писать быстро и поддерживать легко. Вот такая, казалось бы, да, казалось бы, как так? Как так? А так вот получается, что, да, питоны PHP, языки, которые читаются, на которых быстро скриптинг, все это делаешь быстро. И если у тебя голова работает и руки исправлены в место, ты будешь писать аккуратно. Битрикс написан достаточно аккуратно, чтобы его поддерживали уже больше 10 лет и успешно развивали два релиза в год. Это значит, что продукты написаны аккуратно, разумные. Модульные, компоненты, ООП, гненана и так далее. Вот. Но, помимо самого продукта, мы запустили BITX24, это облачный сервис, где этот ядром продукта на PHP крутится в Амазоне. В Амазоне очень много мы используем разных сервисов. Я много кода написал для Амазона и являюсь экспертом, одним из экспертов компании в Amazon Web Services. Amazon сам по себе, ну, это классная вообще штука, просто так, чтобы с ним познакомиться. Ребята, это грамотные архитекторы, high-load архитекторы, которые, скорее всего, там много Java, потому что чувствуется запах Java, хороший кофе. И люди, которые пишут сервисы амазоновские. Они прекрасно документированы. Это что такое? Это K-Value Storage DynamoDB. Ну, по сути, там, Cassandra в Open Source или какой-нибудь, там, или Tarantul. Да, это все из одного области, значит. Это буфер очереди, очереди сообщений. Ну, есть в Амазоне SQS, это типа RabbitMQ. Ну, тоже API документирован. Мы это активно используем. То есть, мы это используем для BitX24, как обвески для инфраструктуры BitX24. Вот. Мы используем для задач, там, статистики, скорость сервиса, скорость сайта, который у нас в продуктах реализован в BitX. То есть, в облаках мы делаем, я делаю облачные сервисы. Бэкенд-часть облачных сервисов. Там мы используем буфер большой, Amazon Kinesis. Ну, в Open Source это Kafka. Apache Kafka, там это Amazon Kinesis. Ну, я думаю, или написали, или сделали похожее, или это Kafka просто за это завернутая. Ну, то есть, вот эти паттерны, очереди, KVL и сториджи, и плюс еще хранилища данных огромные. Мы используем Amazon S3 для этого. Не только Amazon. У нас еще много серверов в России. Ну, там всякие персданы и так далее. Требования. В Mail, в Яндексе. Мы используем в Mail.ru тоже облачных хранилищах совместимых с Amazon S3. Ну, если, допустим, Open Source какой-то, то возьмете OpenStack Swift. Вот этот стек технологий, почему в Amazon хорошо, это удобно, и решила кучу наших задач. И плюс еще виртуализация. Есть два вот эти машинки. То есть, мы как разработчики пришли в Amazon, быстро подняли машинки, быстро подняли там Nginx, там Apache, PHP, FPM, сделали облачное хранилище S3 и KVL и DynamoDB для каких-то сервисов, для таблиц. У нас там сотни таблиц разных. И мы кучу сервисов пишем, запускаем. Оно работает годами, легко поддерживается. Вот, Amazon отдает масштабирование ограниченное, хорошую аналитику по сервисам. БКП можно делать. Ну, то есть, прекрасное сочетание, да, разработчиков, скриптеров, так сказать, ну, и вот Amazon, который дает такие сервисы, которые мы используем. Ну, вот, по сути, да. Ну, то есть, с одной стороны, скриптинг, да, быстрая разработка, а с другой стороны, хорошие облачные сервисы, хороший облачный провайдер дает вот такой продукт, как BitX24, вот, который работает. Ну, так как потребовался всякие бэкапы, репликации и так далее, вот я написал репликатор файлов на Java уже, на КП-точность, там, всякие Mutex, вот эта отсинхронщина, которая, там, миллиарды файлов реплицирует между Америкой и Россией, в разные стороны. Ну, Java, как бы, пригодилось хорошо. Вот, не для всего, ну, потому что, ну, Java, да, там, на ней долго, довольно долго программируешь, ну, потом это работает годами и надежно и хорошо. Плюс Data Science сервисы, там Big Data, там Spark, всякие кластера, Python, да, и, в общем, это все используется внутри BitX24. То есть, мы, я занимаюсь в основном настройками и сервисами на BitX24, а BitX24 это наш логовский продукт, мы обслуживаем пользователей по всему миру, там, компании, это, как бы, система для управления компанией, ну, как Facebook такой внутренний, да. Ну, понятно, да, слушай, а вот, расскажи, вот, вы так Amazon, как бы, подсиленно, так сказать, по сути, их вот эти предоставляемые, там, сервисы, вот, нету ли какой-то опаски в плане, что вот такой жесткий вендор локин, да, ты получаешь, как бы, ну, типичная вещь, да, ты там, заюзывал их, там, всякие Kinesis, S3, Dynamo, и, как бы, все, оно работает, да, масштабируется, но, довольно-таки, ты очень сильно на них становишься завязан, как бы, то есть, это куда-то пересесть, перелезть на что-то другое уже, уже не так просто, вот, нет ли такой, то есть, как бы, вы так легко на этот шаг пошли, да, то есть, он был такой осознанный, что, да, мы готовы, там, тратить деньги на Amazon, и, как бы, он, за это получаем то, что он решает за нас, там, часть проблем, вот, по масштабируемости и прочим, вот, про эту немножко такую, выбор, скажем так, можешь рассказать, как бы, решение? Ну, да, тут разделение абстракций, и они предоставляют абстракции, причем, предоставляют их очень хорошо, качественно, с SLA, и тщательно описаны, нам, как разработчикам, удобно, мы не хотим удержать штат людей, которые будут патчить ядро FreeBSD, там, заниматься, там, диски в казинах, таскать, в авоськах, там, между центрами, мы хотим уйти от этого, потому что мы разработчики, мы пишем код, и вот, мы хотим поднять машинку, туда запустить код, чтобы он работал, и Амазон такие возможности дает, очень хорошее сотрудничество, потому что админы начнется там, то там у тебя роутер заглючил, то у тебя там канал, там, экскаватор наехал, в Амазоне грамотно сделано, минимум два дата-центра, бывает три, в одном веб-лете-зоне, данные все реплицируются, то есть, ты пишешь файл, и он у тебя реплицируется во второй дата-центр автоматически, то есть, инфраструктура выстроена грамотно, мы это увидели, это грамотные архитекторы, реально грамотные люди там работают, и у тебя, они дают примитивы, из которых ты собираешь отказоустойчивое решение, тебе сразу говорится, диски реплицируются, можно между регионами тоже делать репликацию, балансировщики ставишь, они там, ну, с системой доступности живых машин, то есть, тебе не просто дается какой-то облак, а тебе дается инструмент для создания отказоустойчивой инфраструктуры, и хорошие инструменты, а вендор-лог, ну, в принципе, мы же подняли часть битозвлачной инфраструктуры в Москве, в Mail.ru и в Яндексе, прекрасно все, машинки переезжают, данные переливаем, такой проблемы нет, то есть, ну да, возникают задачки, там, ну, другие облака, то есть, на самом деле, можно в двух облаках, например, открыться, и вот нет вендор-лога. Слушай, а какие еще вот альтернативы? Ну, сейчас как бы Яндекс.Облако, наверное, молодцы, как бы они так активно стали прям вот, ну, явно развивать это направление, да, как конкурент Амазону тому же самому, вот, что еще есть, как бы, может быть, ты так, что-то еще вы смотрели, помимо каких-то альтернатив? Ну, скажу честно, скажу честно, Амазон лучший, объективно, по качеству сервисов, по проработке сервисов, по документированности. На втором месте, ну, я бы выделил, наверное, Google, ну, там сервисов поменьше. Мы смотрели, это, ну, я сейчас мое мнение выражаю. Дальше там, Azure, да, вот, Microsoft, там тоже сервис, там хвалят машин-ленинг-сервисы у них. Ну, там вот я видел презентацию, вот, Azure, вот, заходит на облачную машинку, там открывает что-то, а там флоппи-диск, блин, появляется. Ну, что это такое? Детский сад. Флоппи-диск на экране появился. Ну, как такое в облачной машинке флоппи-диском появился? Ну, то есть, вот это вот, вот это вот как-то, ну, оно немножко как-то смущает, смущает. Хотя, Azure хвалят в отношении Data Science возможностей, там, вот этого машин-ленинга, там, очень хорошие отзывы по машинкам. Ну, то есть, я, как бы, серьезное отношение к Amazon. Есть еще наши партнеры используют, там, Hetzner хостеры, да, там, хостинг. Ну, это больше просто как виртуалки, по сути. Виртуалки, да. Это же не столько сервисы, а это чуть-чуть ниже уровня. Пока разница, вот, к сожалению, да, вот сравниваешь отечественные облака и Amazon, очень большая разница. Слушай, ну, Amazon сколько лет уже на рынке, и, как бы, они уже настолько вышли, ушли вперед, и они не собираются, как бы, пускать пальмы первенства, поэтому они всегда будут, ну, их очень сложно будет догнать и, тем более, обогнать в чем-то. Уровень там, вот, знаешь, вот, сам, ну, не знаю, я всегда такой тестик, вот, всегда задаю, вот, всяким умолченным этим провайдерам. Я задаю вопрос, ну, наверное, не явно, но я всегда задумываюсь над тем, у кого рут в компании есть к этому облаку. Один рут на всех админах, дальше, человек увольняется, как эта процедура вообще выглядит, отнимают ли у него права. По опыту скажу, что бардак такой, что несусветный. Но не то, что, я не знаю, как в Mailer Яндексе, я вот, просто у меня есть жизненный опыт. Я могу рассказать, что в администрировании дичайший бардак царит. И когда, если на уровне государства, на уровне компании не будут за этим следить законодательно, бардак будет продолжаться. Данные будут сливаться, продаваться, уничтожаться. В Штатах там, скорее всего, очень серьезно с этим. Там просто могут оштрафовать компанию на огромную сумму денег. И там у них в Амазоне, вот, мы общаемся, там нельзя, например, сотрудники имеют разные права доступа к данным. И нельзя там сотруднику даже техподдержки здесь там что-то посмотреть. Нельзя. В России куда там не обращаешься, да сейчас посмотрим, там сейчас достанем, кто сейчас, кто мы, откуда, может он там, не знаю, сидит в Египте, да, там, не знаю, на попе любимой женщины, на ноутбуке он там достает под рутом данные. То есть, я постоянно, у меня паранойя на тему того, что у нас с безопасностью как бы куча вопросов еще. Мы вот в BitX24, мы делаем все, чтобы защитить данные клиентов там с правами, там, намудриваемся разные схемы. Но жизненный опыт мне подсказывает, да, я не могу говорить конкретно, что бардак, бардак. И поэтому, если мы храним данные в России, надо сделать, очень тщательно проверить, что в компаниях, где вы храните данные, очень серьезное отношение к информационной безопасности. При увольнении данные права забирают, под рутом там все не ходят, да, делаются регулярные бэкапы, делается отказовая инфраструктура, как в Амазоне. Это совет вообще такой. Потому что мне казалось, что чем выше, тем порядка больше, но бывает не так. Бывает не так, к сожалению. Поэтому, как бы, обязательно делайте бэкапы. Но то, что у нас появились, Яндекс появился, это очень хорошо. Виртуалки, там, данные. То, что появился мейл, и мы с мейлом уже давно мы храним там файлы, и никаких инцидентов не было, серьезных. Все данные сохраняются. То есть, у меня репликатор, который проверяет целостность данных. Все отлично. То есть, можем работать? Хорошо. Можем работать. Ну, там админок не хватает. Конечно, в Амазоне более красивые, мощные админки, красивые. Там документации побольше, чем вот пока в область, которые мы работаем. У нас есть куда расти. Есть всякие SelectTel и так далее. Ну, вот, просто проверяйте всегда, проверяйте вопрос информационной безопасности, требуйте документы, требуйте SLA. Это очень важно. Ну, чтобы ваши данные просто никуда-то, ни вдруг не утекли, и не стали гулять по интернету. Это касается и к сайтам госуслуг, и вообще ко всем министерствам, министерствам ведомств. Это очень важно. Научиться нам в стране защищать данные правильно и бэкапить. Ну, да, это, в общем, правильные мысли. Слушай, расскажи немножко, все же мы там захотели с тобой обсудить всякие там расты и прочее. Вот немножко так, если спуститься ниже, да, вот на чем у вас сервисы, где там у вас какие были проблемы, и что вы там, на что переписывали, да, вот про это, про расты, где у вас нашлось для него место, как одна из наших тем, к которой мы никак не доберемся с тобой. Ну, вообще, скриптинга, в принципе, если писать аккуратные руки из правильного места, и опыт есть программирования на других серьезных языках, то есть у тебя там C-Sharp, например, за плечами, у нас был продукт на C-Sharp, мы закрыли, вот, ну, по причине, так сказать, ну, востребованности мало среди вот клиентов. Ну, то есть, если у тебя, да, у человека за плечами C-Sharp, Java, допустим, плюсы, что-то такое, вот, большой серьезный язык промышленный, и сейчас пометили помидоры, промышленный, вот мы на Node.js там все можем. Вот, если нет таких языков за плечами, то вот опыт в Node.js, PHP, Python, это, по сути, в JavaScript это ничего. Это все примитивнейший скриптинг. И RFC читать, ну, то есть, нужно понимать. Если опыт есть, то скриптинг работает, но все скриптовые языки в каких-то задачах, они тормозят. Критичных задачах, сервера, например, на них писать, ну, лучше не писать, какие-то такие долгоиграющие. Это и Python от этого страдает, и PHP страдает от этого, и Node, это все, короче, такие штуки. И поэтому мы рассматриваем и используем другие технологии. Опять-таки, пишешь скрипт, он работает там 5 лет, потом переписываешь. Вот, например, взять Rust. Что на Rust, допустим, мы написали. Ну, вот у нас был сервис такой, пуш-сервисы, которые отправляют пуши на всем клиентам B2X24, на PHP. Со временем этот сервис вырос до нескольких машин больших, мощных, там, 16 ядер, там, 32 гига оператива, там, тот кластер PHP скриптов, отправляющих пуши. Ну, дорого становится, да? Угу. Как это можно оптимизировать? На чем? Ну, первое, это плюс. На C, конечно, это следодолгая программирует. Плюсы. Плюсы, должна быть команда, потому что плюсы не защищают тебя от ошибок. Плюсы, такой безответственный компилятор, который умеет размножаться, но не платит элементы потом. То есть, такое что-то такое. Вот бык такой, альфа-самец, который там быстро-быстро есть. В плюсах проблема на уровне компилятора – дырки. Дырки, которые могут остаться и которые очень сложно найти, и поэтому существует целый стэк инструментов статического анализа. Ну, кучи кострей нагородили, чтобы плюсы закрыть. Проблема в самом компиляторе. Он дырявый. Он дает возможность дорожать дырявой концепцией дырки создавать. Если команда сильная, куча тестировщиков, проблем таких сильных нет. Но если у тебя что-то где-то, жди беды. Дальше. Джава, допустим. Вот у меня на активность пульса в машинообучении, в кластерах, прекрасно работает. У меня даже есть сервис, я делал его на Люцене. Библиотечка поисковая такая. Написал и Дук Кутинг, это библиотека обратного индекса. Сверху налепили всякие эластик-сючи там, солдра и так далее. Я взял в Люцене библиотечку и, естественно, прочитал книгу Люцене на экшен. Всегда читаю книги, при этом использовать библиотеки серьезные. И реализовал сервис несколько лет назад, который сейчас обслуживает. Это поисковый сервис, который дает контент-бест рекомендации клиентам в магазинах BX24. То есть он собирает в Redis, я храню куки, в куки твои теги интересов текстовых. А дальше я через Люцен смотрю, какие товары тебе интересны. Быстрый запрос. В секунду туда добавляется несколько тысяч записей в секунду в этот индекс. Он работает. То есть прекрасная библиотека, очень быстро, Java. И на выходе я тебе отдаю за десятки, сотни миллисекунд рекомендации товаров, которые интересны. Ну, как бы Яндекс.Директ получился. Это Java. Прекрасно работает. Но в некоторых задачах я упираюсь в гармажный коллектор. Я беру библиотеки готовые, я оптимизирую их, но я не успеваю. Гармажный коллектор – это такая штука непрозрачная в Java. Иногда она становится узким местом. В коллаборативной фильтрации я приближаюсь к некоторым приложениям раз в месяц. Забивается память в гармажный коллектор. Он что-то делает, я не понимаю, что. Некогда заниматься. Все ключи уже перепробовали. Все гармажные коллекторы перепробовали. То есть, это такая штука, которая… Ну, это известно, у Java такая есть узкое место. Ты, если упираешься в этот сборщик мусора, то все. Ты ничего уже не сделаешь. И тебе говорят, попробуйте нового, попробуйте нового – нет. И вот, мне кажется, единственная альтернатива сейчас, которая действительно интересна для решения таких системных задач, ну, понятно, это не Python, понятно, Python для других задач. Это не нода, это Rust. Почему? В Rust каким-то чудесным образом смогли соединить потребности в IT-программирование, которые 50 лет никто не мог решить. Они создали компилятор, который создает код, в котором нет рантайма потом. Сборщика мусора нет. Вот все, что мы сейчас перечислим. Java, Kotlin, всякие проекты на перевернушении, Python, PHP и все, и Golang в том числе, они все работают с рантаймом. У них сборщик мусора отдельная штука, загружающая процессоры, которая тебе там, она параллельно работает, да. И, а они создали компилятор, в котором не нужен сборщик мусора. Ты сам чистишь память через аллокатор автоматически. И это позволяет тебе получать код, который работает со скоростью C без сборщика мусора. И при этом компилятор дает врасте обалденной гарантии. У тебя гарантируется безопасная работа с памятью и гарантируется освобождение памяти автоматически. Это гениально просто, просто гениально. Почему это стало возможным? Потому что, слава богу, мы не похоронили до сих пор Хаскель. Функциональное программирование, функциональный подход, строгий, строго типизированный подход, он действительно иногда важен. Иногда важен. И вот врасте воспользоваться этим функциональной парадигмой, ну как сказать, не напрямую, раз все-таки императивный язык. Ну, взяли много идей из Хаскеля, ну, например, паттерн-матчинг, алгебрические типы данных. И так их соединили с этими, с афинными типами данных. Вот именно эти афинные типы данных, это то, что врасте чего нет в других языках программирования. Это вот они решили вот проблему, которая в плюсах, она торчала давно. Вот, если помнишь, это копия семантика, мув семантика в плюсах. Это какое-то извращение ума, просто извращение ума. Понятно, что там будут люди ошибаться, они ошибаются. Или там делают какой-то уникальный поинтер в плюсах, который там дикая строка, его неудобно создавать. Это все костли. А врасте это сделали. Получается, и мы попробовали. Я взял, ну, я серьезно готовился с Растом. Я несколько раз, там есть Растбук, референс, потом есть Раст, ну, короче, по внутренним возможностям языка книжка. То есть, я очень серьезно прорешал все задачки, все там примеры. Разобрался со всеми темными местами, которые мне были непонятны в Расте. И это занял где-то месяц три. То есть, понимание языка возникло на кончиках пальцев. И написал, переписал аккуратненько с помощью библиотеки асинхронного водовывода Токио. Переписал вот эти пуши наши. И все. Теперь одна машинка четырехъядерная с нагрузкой 15, 20, 30 процентов обеспечивает всю нагрузку, которая держалась там на 6-8 серверах. Экономия на порядке. И при этом память 800 мегабайт живется и очищается сама. Вот это раз. И ни одной ошибки. Почему ни одной ошибки? Потому что строго типизированный язык, без всяких нулых указателей, без всяких ерунды этих, рафпойнтерах. Нет, там они есть, но это надо делать. Он сейфблок, и они под контролем у тебя. То есть, Раст действительно, это очень классно. Ну, общие ощущения, библиотек пока не так много. То есть, если твоя задача решается, и библиотеки есть, вот вывод, допустим, мне потребовался там СССР в библиотечке, то, в принципе, да, задача прекрасно решается. Красиво, функционально, итераторами. Там же, кстати, в Расте об этом не говорят, а там прекрасно используется монадический подход. Если Хаскель начинается с монад, и никто не понимает практически, что это такое, то в Расте не используются эти вот цепочки, комбинаторы, так называемые, но их не называют монадами, чтобы не запутать. То есть, вот это еще одна... То есть, Раст очень прикладной язык, очень практично, ориентирован на решение задач, системных задач, прекрасно. На мой взгляд, справляется. Дай бог, чтобы у них вот эта вот разработка продолжалась, и дальше язык этот прекрасный, правильный язык. Ну, смотри, гарантии компилятора 100% у тебя на работу с памятью, на скорость, на строгость типов, там, алгебрических типов данных и так далее, да. Там нет ООП в таком контексте, в котором мы ждем, там, от Java, .NET, потому что, ну, это системный язык ближе. И ты решаешь задачи структурами, методами на структуру. Нормально, и там всякими этими вот этими миксинами там и так далее. Все там решается. Просто очень простой ООП. И при этом очень близкий к такой дух Хаскеля, легкий Хаскель по строгости. И все. У тебя получается строгое системное программирование, в кавычках, на Хаскеле. Вот что получается, такой оргазм. Которая прекрасно работает, быстро, и не требует сборщика мусора. Ну, гениально вообще. Сборщика мусора нет. А Голанг, вот, например, это такая уже, я ее называю, кастрированная Java для начинающих. Ну, он привитивный. Привитивный язык. Да, Google, да, куча библиотек. Ну, блин, у Google сколько ресурсов. И сделать такой язык, в котором любой там ребенок разбирается, пишет какую-то систему, программирует тебе. Это, конечно, безопаснее, естественно, и плюсов. Но сборщик мусора, вот это все, ну, получается Java. Java без возможностей. Ну, что такое Голанг? Ну, то есть, ну, и бинарка тебе дается. Нахрена тебе эта бинарка дается? Зачем тебе бинарка дается, если там сборщик мусора? В Java хоть же JIT есть, JIT компиляция. Там не просто так, там интересно. У тебя, она перекомпинируется на лету. Там это сделано, там сборщик мусора, JIT, сколько лет его тюнили. А в Голанге там сборщик, он еще и будет 20 лет тюнить. То есть, все такое. Но его все равно с каждым релизом они как бы стараются уменьшить вот эти фризы, world-фризы, да, так сказать, stop the world и прочие штуки как бы минимизировать каким-то там. Но опять же, видишь, тут как бы всем инструментам, в общем-то, свои какие-то ниши. Голанг стал очень популярен во всяких системных тузах каких-то таких, ну, потому что, действительно, ты как бы собрал, у тебя один бинарник без зависимости, на любой машинке, тачке, операционке запускается. Легко просто написать и вполне себе. Ну, то есть, как бы, да, всему своё. Слушай, ну, про рост я понял, довольно-таки круто, интересно, понятно, почему. Слушай, а как, кстати говоря, вот ты относишься к строгой типизации в PHP, да, потому что вот основной продукт у вас всё же на PHP, и он навряд ли будет там в ближайшее время переписан на что-то другое. Ну, просто я подозреваю, сколько там, так сказать, строчек кода, да, и вообще силу и лет человека часов вложено. Вот ты же за себя, наверное, какая-нибудь посмотришь там про развитие PHP, в том числе, там, 7.4, сейчас вот как бы всякие хинты, типизация, вот как ты к этому относишься ко всему? Ну, вообще, это очень хороший вопрос, спасибо за вопрос, это, наверное, один из вопросов, на который я до сих пор не ответил, потому что я параллельно работаю в Python, вот, тоже, и Java Python у меня, ну, как бы раз, то есть, я сравниваю постоянно. И есть ощущение, что строго типизация – это не панацея, это не цель на самом деле. Хотя сейчас скриптовые языки, вот PHP, там, да, JavaScript, там, последние стандарты, они там, ну, они как бы типа поняли, что нужны хинты, что типа это хорошо, там, что надо идти к типам, да. Но, с другой стороны, я вот по опыту скажу, что скриптинг даже без типов работает тоже хорошо. Взять Python. В Python-е-то не просто так, ООП не в фаворе, давно. Там можно извращениями всякими заниматься, может, и наследованием там, но ООП в Python-е не в фаворе. Сам этот создатель языка. Гвида, да. Гвида, да. И не просто так, потому что другая философия. И вот, чем глубже ты подбираешься в Python, тем больше тебе открывается вот этой иной философии, которая говорит, во-первых, о простоте и читаемости кода. Когда код читается, а это возьми, PHP так же, он читается, если пишешь, краткий код. Python читается. Когда код читается тебе, ты можешь изучить задачи без всяких вот этих, без приватов, без протектедов, без вот этих вот билдеров. Ты можешь делать, ну, то есть, другая философия, которая работает. И работает достаточно хорошо. Посмотрим, количество библиотек на Python написанных. Они-то развиваются, они-то работают. То есть, у людей нет проблемы с тем, что у них нет строготипизации. У них нет, у них констат нормальных нет, у них классов нет нормальных. И они при этом работают. Как, да? Почему они работают? Почему я могу залезть в класс, там что-то поменять, приватов нормальных там нет? Можно, оказывается, и они живут. И этот вопрос меня долго мучил. Я прохожу к тому, что если сбалансированный язык и читаемый синтексис, да, и нет вот этих усложнений джавовских, там, вот это многописание вот этих, да, расписывание вот этих, то, в принципе, тоже работает и тоже поддерживается. Да, у тебя рантайм постоянный, да, у тебя может упасть в продакшене, но у тебя упадет exception выскочит красивый, ты быстренько там пофиксишь и не будет падать. То есть, по опыту скажу, что если писать на PHP аккуратно, без типов, тоже работает. И работает годами, поддерживается, и проблем нет. Вот честно скажу, у меня много сервисов на PHP написано без типов. Сложный сервис, там, асинхронный PHP, там, backup, куда-то, туда-то, там, куча тоже классов и так далее. Работает, не ломается, ошибок нет. И не страшно поддерживать, потому что ты понимаешь из контекста, какой там, я там, тип. А когда ты пишешь типами, вот я сравниваю джаву постоянно, у тебя открывается дикий трэш, дикие простыни этих типов, которые там эти, дженерики, манерики, и у тебя это вот, это вот, на громождении классов ты теряешься, ты теряешься в этих типах. То есть, с одной стороны, типы появились, компьютер тебе помогает, с другой стороны, у тебя столько информации идет, да, контентной. В этом случае Rust мне нравится. То есть, они соединили строгую типизацию, и типы не надо объявлять. Вот это круто, на самом деле. Это напоминает Python, в котором, как бы, типы, язык динамический, но при этом ты строку там с числом просто так не слушаешь. Ну, мне в этом плане Darts тоже очень нравится. Вот, как бы, я тут на него посматривал, и тоже там ты не обязан объявлять прямо жестко типы, да, как бы, они могут просто быть из контекста, как бы, вытекать. Вот, то есть, такой, знаешь, вот, баланс между прям жесткой такой, где ты, как в джаве, там, вот это string, 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 равно new string, string, вот это, да. И в то же время, как бы, если ты, там, пытаешься строку сложить с числом, как бы, будет exception, потому что, ну, чувак, извини, так, как бы, не принято делать. Да, строгая, динамическая строгая типизация. Я вот честно скажу, да, я могу сказать, что строгая типизация нужна, но я вот прихожу к тому, что и работает, и без нее, вот, Павел, я просто сравниваю, ориентирую свой опыт. Вот, сервисы, которые годами работают, они без ошибок работают, легко поддерживаются, и там нет типов. Тип понятен из контекста. DuckTapping, вот это, утино-типизация в питоне, это же тоже интересно. Тебе не надо создавать, там, кучу каких-то, там, заглушек, каких-то, там, жутких, там, дженериков. Ты просто, если у тебя интерфейсов и так далее, если ты просто, ну, ты имеешь в виду, там, принт, да, он что-то не засовывает, да, он тебя либо exception кинет, либо отработает. То есть, вот, на самом деле, я считаю, что ответом на этот вопрос сейчас, до сих пор нет. Нужна ли такая строгая типизация или нет? Или можно, какие-то задачи, мне кажется, динамические задачи, вот, которые, допустим, скриптинг какой-то, когда у тебя предметная область плохо изучена еще, да, тогда скриптинг прекрасно работает, прекрасно работает. А когда у тебя предметная область уже устаканилась, тогда типы нужны. Ну, у тебя уже все устаканилось, да, у тебя уже типы, ты можешь определить нормально. И там, в принципе, не будет таких проблем, там, что-то там написать, быстренько добавить и поддерживать. А когда ты решаешь задачу, ну, как сказать, ну, вот она у тебя новая, тогда лучше динамические языки, мне кажется. У тебя будут меньше проблем с, там, с изменением их. Ты, ну, у тебя, хотя, да, можно сказать, что в Java, там, рефакторинг получше, но все равно этот рефакторинг, ты будешь такие кучи тонны рефакторить, что проще наговнокодить на скриптике, да, там, и у тебя, главное, он читается, у тебя ошибок будет меньше, и ты будешь понимать, что у тебя происходит лучше, чем на Java с 20-классами, и ты не понимаешь, что там происходит. Ты постоянно 20-классов открываешь, прочитываешь и забываешь, и опять прочитываешь, забываешь. И вот этот баланс, вот этот баланс, его нет, и нет ответа на этот вопрос. Я думал, что он будет, но его нет. Ну, да, но вот тут опять же, да, есть языки такие многословные, вот типа Java, как бы одна из самых таких, наверное, многословных, да, где действительно какие-то довольно простые конструкции превращаются там в несколько слов, строчек, и это, конечно, ну, вот лично у меня немножко угнетает, то есть, как бы мне нравится идея того, что, да, у тебя типизирно, у тебя крутые там подходы, всякие вот эти паттерны и всякое такое, но вот эта чересчур такая многословность, она, скажем так, немножко, ну, не убивает, но, в общем, забирает на себя долю внимания приличную, за счет которой приходится вот, то есть, как бы, да, в простом каком-то скрипте ты бы, эти пять строчек, они у тебя прям видны на экране, и ты сразу понимаешь, а тут... Нет ошибок, мозг схватил, да, у тебя нет ошибок, ты мозгом проник и просчитал, у тебя в голове не исполнится, а тут у тебя в голову не помещается эта конструкция вся, она у тебя такая вот, выезжает он из уха, то есть глаза там, строка выехал. Слушай, а вот в связи с этим, знаешь, ты-то тоже много какие-то языки там и пишешь, и писал, пробовал, смотрел, читал, а как ты считаешь, вот, какой язык, с каких языков надо начинать учиться, потому что, мне кажется, такой тоже вопрос, ну, в каком-то смысле холиварный, тут нету, конечно же, четкого, какой-то серебряного там, серебряной пули четкого правильного ответа, но вот интересно твои мысли, да, вот ты там Java, Python, Rust, вот, что вот ты там в молодости, что называется там Basic и даже Assembler, вот, вот на данный момент, как ты считаешь, с каких языков стоит начинать, ну, и вообще какие-то твои мысли вот там, насколько важно начинать с низкоуровневых или наоборот лучше начать там с каких-то скриптовых, высокоуровневых языков, вот твои мысли, рассуждения по этому поводу? Ну, хороший вопрос, спасибо, мне кажется, я долго тоже думал, у меня сейчас дочкой занимаюсь тоже, учу ее программировать. Мне кажется, надо идти параллельно по двум направлениям, обязательно язык и обязательно алгоритм, обязательно. Сейчас вот я вижу, что многие люди не понимают алгоритмов, не понимают, ну, не понимают, что такое бинарный поиск, например. То есть элементарная вещь, что если ты сначала сортируешь значения по возрастанию, ты потом сможешь в них очень быстро искать, ты будешь делить отрезок пополам, и получается бинарный поиск. Элементарный алгоритм фундаментальнейший, идею еще Ньютон из лазу. То есть не понимая вот этого, ты не поймешь, почему деревья работают, и не поймешь, почему поиск по деревьям работает быстрее, чем перебор. То есть с одной стороны, ну, там алгоритмов, там на самом деле не так много, их там мало. Сортировки и поиск. Не, ну, слушай, алгоритмы, там структура данных – это базовая такая вещь, как бы их надо знать. Я тоже с тобой полностью согласен и всегда придерживался мнения, что без базовых знаний пытаться вот что-то другое делать – это неинтересно. Сейчас, к сожалению, к сожалению, сейчас в силу там уж, так сказать, такого положения в отрасли, что там айтишники и программисты всех направлений, в том числе там в вебе, да, там как фронт-энд, бэк-энд, наиболее востребованы. Очень много людей даже переходят, да, пытаются переквалифицироваться, там, не знаю, из врачей, там, не знаю, дворников, кого угодно, менеджеров и так далее, юристов, программисты, и для этого идут какие-нибудь курсы. Ну, потому что, как ты сам уже тут не раз говорил, что там две недели, и все ты там знаешь PHP, JavaScript и всякое такое, легко начать писать. Но базовых знаний от этого, к сожалению, не прибавляется. И базовым знанием, вот, насколько я вижу, мало кто учит вот на всех этих курсах, то есть, скорее даже, наоборот, их не учат, да, то есть, вот... Их не учат, да. И в этом проблема, в этом проблема есть большая такая. Ну, да, это алгоритм. Их не так много. Любую книжку по алгоритмам... Нет, не кнута. Чего-нибудь простенькое там есть, есть же книжки, там, их там полно. А второе, язык, надо брать, который учит хорошему. Язык, который учит хорошему. Ну, пока, конечно, я, кроме питона, не вижу альтернативы. Питон учит хорошему, он учит ясному коду, учит расставлять эти пробелечки, в нем есть и структуры данных разные, то есть, ты можешь... У тебя сразу знакомство множество, словарь, там, список и так далее. У тебя и функции, и красиво ты можешь оформлять, и, если надо, тебе классы можешь оформлять, и математичный язык, то есть, у тебя там итераторы, то есть, он учит хорошим, хорошим подходом, мне кажется. Но потом на питоне нельзя останавливаться, потому что ты должен понять, где этот язык тебе подставит тебя. Он тебя подставит вот этим рантаймом. Ты должен все покрывать тестами, потому что это от чертов рантайм, который может упасть в любой момент, в любую секунду. И ты должен обязательно... Питон без тестов – это смерть. Это смерть. А тесты должны быть, как и PHP. От Java, там тесты не так важны, потому что у тебя компилятор очень много работы выполняет, и он тебе от многих вещей защитит. Сразу то же самое. Я уже пишу, конечно, тесты ко всему, стараюсь. То есть, подход у меня такой всегда. Если ты видишь какую-то идею, которую можно убрать, функцию или класс, сразу пишешь, сразу пишешь тест. Обязательно. Ты потом забудешь, как это работает. Обязательно сочетаешь. И потом, когда ты через полгода возвращаешься, у тебя... Ты не помнишь уже что-то. Ты уже в отпуске был. Но ты видишь тесты, и ты понимаешь, что эта штука, она работает. И ты ее параноидально тестировал, проверил. Никогда нельзя тестировать все. Это очень дорого. И компания просто... Любая компания-разработчик, если будет делать 100% покрытист тестами, она вылезет в трубу. Это очень дорого. Но простые тесты написать, которые тестируют функционал основной, их надо писать. Это очень просто и дешево. Поэтому тут вот к фитону тесты обязательно нужны. Иначе там просто будет поток сознания. Как сейчас вот. Data science пошло, да. И там вот эти математики, у них поток сознания, в Юпитер-ноутбуке открываешь, а там, значит, человек просто там... Исповедь-математика. И там, чешет говнокод там. Не модули нам эти мысли. То есть я сначала вообще... Я не понимал, что такой Юпитер-ноутбук. Меня это в шок ввело, что это какой-то трэш вообще. Я думал, что у меня сон какой-то кошмарный, когда я увидел, что Юпитер-ноутбук код, картинки, тексты, это все хипстерские вот эти вот. А потом оказалось удобно. Удобно коммуницировать с разработчиками, когда ты не код показываешь, а презентацию с исполняемым кодом. Очень удобно делать прототипы, идеи проверять и показывать разработчикам. То есть ставить задачу разработчикам очень удобно на Юпитер-ноутбуке. Но, когда ты пишешь код, тогда, извини, пожалуйста, ставь этот PyCharm с подсказками, пепами всякими, да, и там за каждую запятую, за каждый лишний пробельчик тебе там будет гореть эта красная напоминалочка. То есть программирование серьезное это не Юпитер-ноутбук вообще. Это надо ставить в хорошую среду, писать тестики, и это как бы требует ну, требует такого подготовки. И поэтому начальный язык, наверное, все-таки Python. JavaScript я бы не рекомендовал, я его не люблю, потому что язык создан изначально как средство автоматизации алертов на веб-страничках. Он такой и остался. И там пытаются костылями его реанимировать, там Google сделал Node.js, движок, ну сейчас как стандарт они там пытаются, но это все, короче, 20 лет назад уже Java всякие, C-Shap уже прошли. Это так вот, я вообще как бы очень, не знаю почему, мне кажется вот это ужасно, мне очень жалко людей, которые уходят во фронтенд, я не знаю почему. Мне кажется, они такое занимаются, они так время свое тратят на такую безобразную технологию, ну не знаю почему. Мне кажется, это, ну как бы, я был во фронтенде, сидел какое-то время, это такая ерундистика, господи, на Яваскрипте, это интерфейсы делать, делать интерфейсы на нормальных языках, на Java, на C-Shop, зачем на Яваскрипте тратить свое время, жизнь на эту ерунду, с другой стороны, нет другого языка, пока, к сожалению, не придумали, и поэтому я за этих людей искренне молюсь, чтобы у них было вдохновение, ну просто мне это ужасно, в депрессию вводят, визит в фронтен, просто, ну это слабо типизировано, на соплях, на этих из говно и палок, вот эти вот системы, там, которые постоянно переписываются, перезаписываются, вот эти всякие реакты, там, сейчас на одном, потом завтра второй, в первой не поддерживается, бросили, потом там сейчас, Vue, там, JS, это какой-то кошмар, мне кажется, просто жалко их, искренне молюсь за них, вот, что еще, какой-то системный язык программирования учить, его надо, наверное, учить позже, после, ну зачем тратить время на всякие типы, там, на выравнивание байтов, там, это, конечно, интересно, но лучше, мне кажется, а потом, например, после Python, там, про SIR, или я бы вообще сразу бы начинал, вот, раз, вообще, хорошим научат сразу, мне кажется, плюсы, я даже не знаю, рекомендовал бы я, мне кажется, надо уходить, если нет, ну, потому что Java есть, это как плюсы, только лучше, мне кажется, она чище, ну да, по производительности памяти больше жрет, и ГЦ есть, если ты вылетишь в него, но, как правило, практически никогда это редко очень происходит. Ну, я думаю, что на этапе, знаешь, как бы первого языка и освоения, ты не будешь писать сразу какие-то high load системы, которые будут обрабатывать, там, по миллиону запросов в секунду, и вопрос задумываться о, там, каких-то миллисекундных выигрышах или, там, garbage collection, я думаю, что нет смысла иметь. Здесь важнее же, как мне кажется, именно понять вообще, ну, что такое программирование, то есть, как происходит сам процесс, да, вот этот вот, ведь программирование – это не только язык, это же еще и мышление, да, и как бы язык, он способен как раз-таки, хороший язык, ну, или какие-то правильные подходы, концепции, они позволяют тебе немножко более правильно, как мне кажется, сформировать как раз-таки твой образ мышления, как бы, которым в дальнейшем ты будешь оперировать. И вот этот момент довольно-таки важный, то есть, если, например, говорить про какой-нибудь там JavaScript, не знаю, Go и прочее, мне кажется, как первый язык не очень хороший вариант. Почему? Потому что ну, во-первых, да, может быть, просто не хватать каких-то там базовых вещей, типа структур данных, наследований, которые, да, ты можешь не писать в ОП-шном стиле в дальнейшем никогда, ты там, не знаю, можешь стать фанатом функциональщины, но, как мне кажется, все равно понимать вот эти базовые концепции, которые вот там 30-50 лет, они были, есть, и никуда они не денутся, их надо, да, и для этого у тебя должен быть язык, который позволяет тебе и почувствовать, что такое ОП, почувствовать, что такое функциональщина, понять, где какие подходы можно применять, да, и вот это, вот это, мне кажется, важно. Ну, он должен быть дружелюбным, вот, допустим, Java, мне казалось, всегда дружелюбной, она учит, как инскапсулировать данные, как создавать объекты, которыми можно пользоваться, приятно пользоваться, хорошие объекты, хорошая программа, это хороший, качественный объект, из которых ты собираешь, что-то оно работает, работает надежно, без всяких секфолтов, и так далее, да, но на плюсах это делать, это извращение, ну, зачем тебе детали технические, да, если ты у тебя, вот, ты джавки создал, а питончик, это скриптик, там, немножко по-другому, ты его ритмы выражаешь, да, это правильно, согласен, это тебе формирует образ мышления, с функциональщиной, я как-то, вот, ну, честно сказать, я несколько раз брался за Хаскель, мне было интересно вообще, и, наверное, три мне было подхода, первый подход вообще я не понял, я вообще не понял, как это, потом потихонечку я стал понимать идею саму, ну, там, по-другому, ты учишься заново программировать, потому что функциональный стиль у тебя, он не императивный, я из мира императивного вырос, ну, потом я, я потом, как Хаскель достаточно глубоко погрузился, я так и не понял, что такое монада, если я скажу, что я не, нет, я понимаю, это цепочка вычислений, она прерывается, все это, все это понятно, вопрос, зачем такое слово использовать, и зачем теорию категории математическую, да, вообще, почему весь язык про не, понтами математическими пропитан, зачем это надо, зачем это надо, зачем этот вот керинг, например, слово введено, когда ты можешь, частичное применение, да, ну, да, зачем вот эти вот понтовые слова, если ты не понимаешь, понимаешь, я пришел, потом я встретил статью хорошую, гугл-разработчика, который говорил, что, чтобы на самом деле понимать терминологию Хаскин, надо быть кандидатом, доктором наук в теории категории, ну, мне нет, некогда заниматься этим, зачем, вот, и потом, когда я столкнулся, допустим, ну, с такими вещами, допустим, всякие списки, там, понятно, то есть функционально ты можешь решить задачу строго, но такие в жизни, по опыту, такие задачи возникают редко, ты обычно в мире крови, мозгов, там, смерти, там, да, и светящих пуль находишься, и скриптик какой-то, или простая концепция, она часто решает задачу, не до конца, но она решает ее хорошо, этого достаточно, а когда ты пытаешься это решить, как будто, давайте в мир чистых функций представим, ну, блин, ты будешь заниматься мастурбацией, такой, научной, и каких-то задач ты действительно решишь, но большинство задач, которыми я сталкиваюсь, я до сих пор не понимаю, вот Траст, например, вот он, он со своей строгостью функциональной, он, он, хотя он императивный язык, но вот это вот умение, да, вот этот вот, такой вот стиль, так и тератор, эти комбинаторы, он как бы хорошо лег, вот строгость функциональная, она как бы легла хорошо в императивный мир, а вот так вот, я, как бы, ну, у меня есть как бы в плане чтения, Хаскер, я еще раз, четвертый подход хочу сделать, я пытаюсь себе его продать, но я не могу до сих пор его продать, мне непонятно вот эта ленивость, которая вылазит у тебя, у тебя то ли стек переполнится, у тебя только легла в вычислении, у тебя выпало из памяти, то есть, то ли, короче, ну, то есть, вот непрактичность, вот это вот косяки непрактичности, они постоянно там вылазят, то эти списки, понимаешь, мутабельные, вот это вот извращение, которые уже давно решены, 20 лет назад были, они там остались, отсутствие интерфейсов нормальных, да, и какие-то там, надо какой-то модуль для этого ставить, это непрактичности, мне кажется, я почему об этом так говорю эмоционально, потому что я сейчас много лет занимаюсь Data Science, и сталкиваюсь с математиками, и часто, ты можешь потратить 3 часа, читая пейпер, и прийти к очень простому выводу, который можно было объяснить в две строки, а ты потратил 3-5 часов, я вдруг ощущаю, что это научный подход, он извращается иногда в такие формы, когда просто-напросто, прошу прощения, начинается, я уже слово говорил, мастурбация начинается, вместо того, чтобы решить задачу там быстро, да, это идет такая длительная фигня, которая не нужна, ее надо выкинуть, и вот, возможно, в функциональных языках, возможно, вот это вот осталось, вот эта вот примесь, вот эта вот дурость, дурость и научность, а в скриптовых языках, наоборот, в питон, кратко, все, чувак, список так, итератор только так, все, до свидания, давай решай без задачи, сосредоточься на результате для менеджера, для компании, а не то, что там функционально, чисто решить там что-то там, короче, и так далее. Слушай, мне в этом плане, знаешь, как раз таки тоже очень нравится идея, какие-то там вот есть там, да, Rx как бы да, тема, когда там Rx Java, Rx JavaScript, это Obserable и прочие штуки, которые, они в принципе-то по большому счету это та самая функциональщина, тот самый кайринг, тот самый вот эти вот все цепочки применения, но они подаются тебе в виде библиотеки и в виде практичного их использования, и только уже потом, когда ты их заюзал, применил этот несчастный там несколько цепочку вызовов, он мне говорит, слушай, чувак, а это на самом деле ты кайринг сейчас, и ты такой, о, нифига себе. О, я понял, да. Понимаешь? И это значительно, как мне кажется, более правильный и практичный подход, то есть ты на практичных задачах применяешь и используешь штуки, а потом тебе говорят, слушай, на самом деле ты вот не знал, а вот теория, она вот говорит, что это вот это, и это, и ты как-то немножко легче понять, что это, а когда ты начинаешь читать действительно, там, монады, и вот ты читаешь там эти, значит, попытки разных людей сформулировать, дать определение, что же это такое, и ты читаешь, а не понимаешь, как бы, вот прочитал 10 раз. Зачем? Да, 10 раз, ну и зачем-то. Ну и слушай, я этот инфес монады, я его как-то даже вызублю наизусть, и я его там, не знаю, воспроизвел. Нахрена он нужен? То есть, как я беру вот в расти комбинаторы, делаю, которые с коротким замыканием, я как электромеханик образовал, я понимаю, я понимаю, что у тебя там сломается, вылетит в конец. Господи, так вот они, монады, вот они. Так объясните же по-человечески, что же вы занимаетесь какими-то... Слушай, ну фраза, аппликативный функтор, Господи, ну разве можно вот такими фразами вообще обращаться к людям? Аппликативный функтор, ну что за хрень? Ну как это? Это вот любит вот эта вот поэзия такая, знаешь, вот ты что-то не знаешь? Ну ты объясни простыми словами, зачем? Я не сталкиваюсь, я решаю задачи, я разработчик. Зачем ты? Вот это и вот такая горечь, как бы. Ну, понимаешь, оказалось, что я такой тупой, а когда с data science оказалось, что там терминов тоже много таких, но они более прикладные. И там приходится разбираться. Вот пока там, не знаю, с векторами ты не разобрался, что это нормальное расстояние точки от поверхности, ты не поймешь, как работать в логистической регрессии, вообще регрессии. Вообще эти уравнения, где у тебя А1Х1 плюс А2Х2 плюс троеточие АНХН равно там нулю, ты не поймешь, что это на самом деле. Это расстояние этой точки, а А это коэффициенты, блин, нормальные у тебя и плюс еще там свободный член. Вот это должны с самого начала объяснять. А это может быть объясняется на первом курсе. И большинство даже не понимает, что это такое до сих пор. А когда ты понимаешь, что это такое, ты понимаешь, как работает машина опорных векторов, когда у тебя Кернелл необычный, не скалярный произведение векторов, а какой-нибудь бесконечно мерный радиальная базисная функция гауссиновский Кернелл. Там такие трешовые вещи начались, монады отдыхают. Но эти вещи надо понимать. Вот здесь, потому что иначе ты задачу не решишь. Если Хаскель можно объяснить на пальцах, что это такое, а это я видел там Керинг, а все понятно, то здесь у тебя ты задачу не решишь. И тут действительно надо разбираться. Слава Богу, не так много вещей, в которых надо разбираться. Одно из таких интересных открытий, что мне понравилось в случае в Data Science, это PyTorch. Очень понравился среда. Одна из проблем, наверное, которую не понимают 99,9 дата-соиентистов людей, это что такое автоматическое дифференцирование. То есть, настоящий дата-соиентист должен сесть и продифференцировать тебе нейросети и показать, что такое обучение с помощью грандиотного спуска. Он должен получить коэффициенты производные, показать тебе в каждый вес, что это производная значит, производная функция ошибки. Пока он этого не понимает, это все обезьяны с гранатами. Как только понял, да, это дата-сайн, ты уже понимаешь, что ты делаешь физически. И вот PyTorch хорошо позволяет, он с этого начинается, с этого градиента. Но это математики все знают на самом деле. Я просто не математик и я когда-то понял много лет назад это хорошо. А пока ты этого не понимаешь, ты будешь библиотеки брать, нейронки обучать, но ты не понимаешь саму суть, какую-то проблему решаешь. А ты оптимизируешь функцию ошибки с помощью гранатного спуска и у тебя каждый вес влияет на у тебя это производная ошибка, функция ошибки производная. Она у тебя либо туда направлена, либо туда. Тебе надо в какую-то сторону пойти, чтобы ее уменьшить. То есть весь этот дата-сайн в принципе это вот эта оптимизация. И когда ты это понимаешь, тебе легко понять, что такое дерево гранатного бустинга, где тоже гранатная ошибка уменьшается. То есть там надо много читать пайперов, к сожалению. Но разбираться на пальцах детально гранатного бустинга. Вот последние у меня были. Это мы деревья используем сейчас. Последние были. Расскажи немножко, где вы вот у себя, кстати говоря, мы уже так не один раз про машин-леунинг и вот про все эти штуки дата-сайнс, так сказать, упоминали. Расскажи немножко, какие вы задачи с помощью этого решаете вот так, ну на прикладном уровне, чтобы просто немножко понимать контекст. Ну мы сейчас, мы начали с коллаборативной всяких там предсказательных систем, рекомендающих для магазинов, коллаборативной контекст-бэйс-рекомендации. Тогда, когда эту систему мы делали, тогда, ну, не попадались в библиотеки вот так вот хорошо, чтобы взять там уже протестированные, хорошие, качественные, ну своим писателям мы ничего не могли. Вот. Я бы сейчас использовал бы маточную факторизацию, типа там, лайт-фм там, или машину, этих вот, факторизационную машину. Ну тогда, тогда я сейчас использую две системы, контекст-бэйс. А дальше, сейчас мы сделали систему вместе с Амазоном. Мы используем сервис Амазон, Амазон Машин Леунинг. Там есть устроенный логарифм логистической рекрессии. Это простой, простой бинарный классификатор, и мы используем его для решения задач, предсказания вероятности конверсии лидо-сделки воронки. У тебя битых 24 CRM, и в этом CRM у тебя есть лиды, есть сделки. Мы предсказываем по фичам, по параметрам, по метрикам каждого лида каждой сделки, мы предсказываем вероятность, что этот лид конвертируется или не конвертируется. И чем больше у тебя вероятность, тем с этим лидом нужно работать более интенсивно. Менеджер. Умный фильтр, да, такой, айфильтр. Очень интересная штука, многие пользуются, мы сейчас выгодили на весь мир эти модели. Что-то подобное сделал еще Salesforce. Там у них ученые работают великие Ричард Сочер. Они же там перекупают эти крупные вендоры Google, что Amazon, Facebook, они перекупают кафедрами математики, Oxford, Stanford и так далее. А мы российская компания. И мы тоже сделали сервис, я активно занимался сервис коринга лидов и сделок CRM BX24 с помощью машинлёдинга, бинарного классификатора. Десятки тысяч компаний. по всему миру сейчас используют его у нас. Дальше. Мы используем сейчас активно занимаемся внутри компании. Мы развиваем аналитики. Мы как бы растем направлении датадрайвинг компании. Мы активно изучаем метрики, статистическую обработку проводим, АБ-тестирование, всякие интервалы вычисляем, значимость. И там тоже мы используем эти предъективные модели для предсказания оттока клиентов платных у нас. Я занимаюсь этим проектом ЧАРН. Там тоже дерево грандиентного бустинга XGB, анализ, что влияет. Это статистика такая. И там модель видит лучше, чем несколько раз, чем рандомный перебор. Гораздо лучше. То есть она полезна. Не идеальная модель, но она работает. Дальше нам интересны технологии матрично-факторизации для улучшения движка рекомендаций. Потому что сейчас это тренд. На первой фазе стоит какая-нибудь машина-факторизация или что-то более простое типа Light FM. А дальше у тебя стоит либо дерево грандиотного бустинга, либо нейронка. Дальше мы сейчас копаем у нас в продукте есть работа с изображениями. Распознавание лица и рекомендация окончания старта рабочего дня и скидку по лицу определяем. FaceTracker у нас такой. Мы звук активно сейчас копаем. Тему звука аудио биометрия и так далее. Распознавание рекомендации тема звука сейчас интересна. Копали активно тему распознавания речи модели. Очень интересная тема распознавания голосов переводов текстов. Куча математики офигенно интересные алгоритмы. сейчас все больше закрывается нейронками аудио и видео вещи. Все через нейронку идет. Недавно мы поднимали модель канадского университета для обработки звука. Для вычисления идентификатора голоса. Любую фразу говоришь а считается твой кука которая тебя определяет биометрия голосовая. Очень интересное исследование сейчас модель вышла последняя самая свежая это август прошлого года прекрасная модель к нейронкам все идет. Раньше были модели Маркова аудиомоделирования 10 лет они делают всякие фреймворки а сейчас все через нейронку нейронка до сети прообучилась даете хороший результат лучше чем то что было до этого всякие попытки моделировать это вот то есть мы сейчас развиваем аналитики внутренние там статистики много продуктовой аналитики предиктивный маркетинг тема очень интересная это подсказание практикальной последовательности и это выгружаем готовые вещи наших клиентов в сервисы последний сервис это скоринг лидов и сделок сервис интересный прикольно прикольно круто это коллаборатив это персональная рекомендация для магазинов вот в принципе ну что еще ну делали мы проект с мэрией москвы не работа это предсказание на вопрос вариантов ответов это тоже не рассеть глубокая это семантическое пространство строится то есть добрый день завтра рада вас видеть такие вот вещи но это что-то мы одновременно с яндексом делали яндекс сделал яндекс полях яндекс королев а мы делали вот это в ней работа архитектура на самом деле известная папер опубликован просто разные компании этим заниматься в общем сейчас у нас тренде нейронки вот очень нравится пайторч и сама идеология ты строишь любую математическую модель которая обучается методом градиентного спуска любой конфигурации вообще в динамике меняешь офигенный процент для творчества но как бы все-таки первенство это все-таки эти институты это ученые ну это понятно это понятно да они как бы постоянно там целые целыми там отделами ну не отделами кафедрами как бы копают именно это как бы такие изыскания проводят поэтому ну гугл ну там тоже там сейчас вот на самом деле ну гугл там часто там работа публикует Microsoft там свои исследовательные отделы Facebook ну например ну как бы сказать ну допустим архитектура трансформер нашумевшая архитектура там BERT вот это все ну короче кастыли мне кажется то есть развитие идет в области там обработки текстов там распознавания смысла но архитектура трансформер это вот они 20 лет делали эти рекуретные сети светочные сети там и так далее потом раз пришли чуваки такие сказали да это все нахрен не нужно давайте просто маточки будем умножать архитектура трансформер через attention там что-то и это улучшило там на несколько процентов результат ну то есть пока короче это все такое хаотичный поиск решений вот это все диплёнинг я к нему так немножко скептически отношусь конечно он дает результаты лучше чем было известно до этого но пока это все выглядит в стиле так а давайте пришлем хвост к уху значит носорога и значит запустим его в тротосферу и посмотрим о работает хвост в ухе дает результат там улучшается там качество зрения вот это диплёнинг то есть такое вот тыканье так 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 и вот тыкнули значит да там хвост к уху прикрутили и стало работать лучше вот что происходит в принципе сейчас то есть это все такое это все очень живая область науки в общем там пока пытаются там все методом пробивошивок делать и короче но лучшие вещи оттуда надо конечно брать надо брать и смотреть и что делать разработчику в этой ситуации я даже пытаться понять на пальцах как работает то есть не словом словом монада объяснять друг другу а словом вот закодил показал ты понял что это да вот чувак это так и работает то есть опять же надо все это упрощать на пальцах объяснять что это матричка умножается на такую ты видишь что это получается вот архитектур трансформер чтобы понять я потратил 6 часов чтобы понять в итоге я могу на пальцах объяснить ну вот к сожалению такого простого объяснения я так и не нашел нигде пришлось сам тратишь время, чтобы себе объяснить на пальцах, чтобы потом кому-то объяснить нормальному человеку адекватному. Без всяких монат и аппликоэктивных функций. Это на самом деле такое. И так вот это сранится так и везде. Мне кажется, то же самое там упомянутый об этом PyTorch, это как бы очень хороший пример, когда вот эта такая серьезная математика скрывается под вполне понятным, задокументированным таким, ну, насколько это возможно, имеется в виду, да, слоем интерфейса, да, API такой. То есть, да, ты, конечно же, не можешь, ты, конечно же, должен обладать математическими знаниями, но тебе не надо знать прям вот настолько суперглубоко, чтобы начать его использовать. И это, как мне кажется, тоже хороший пример того, как можно начать входить в это направление, в область, как бы, не боясь того, попасть сразу в пучину вот этих сложных каких-то терминов, которые там, ну, и вообще определений. Пучина понтов, улыбаться, вместо того, чтобы объяснить тебе просто, ну, то есть, да, да, питончик дает вот такой вход хороший. Вот, но инженерный, надо понять, что это не значит, что ты должен, ты должен туда расти. Это не рост никак, это же самое, там, не значит, что разработчик должен стать менеджером. Да не должен ты стать менеджером. Да менеджер совсем другой вообще. Да ты деградируешь, если ты пойдешь там, ты станешь управленцем, ты все забудешь. Это надо родиться. Бывает, вот рождаются хорошие управленцы, команды такие, да, бывают хорошие разработчики, инженеры. Не надо думать, что ты должен стать начальником. Да не должен ты стать начальником. Ты должен работать, получить удовольствие от работы. Так и здесь. Математика твое, это интересно, копаем. Не твое. Пиши чистый код. Ты решишь кучу задач, поможешь компании гораздо больше, чем математика, которая потоки сознания в ноутбуке выгружает и ничего это не дает на выходе. Было такое чувство боли, что я разработчик, я должен знать математику. Да не должен я знать математику. Да не должен я знать эти все вектора, потому что я их не использую в реальной жизни. Зачем носить себя этими лишними знаниями? Лучше языки изучать. Подходы, паттерны, ГОФ, шаблоны проектирования. Это тоже важно. РФС читает, стандарты сетевые читает, ЮНИКС, системные. Это тоже важно. Прикладные знания не менее важны, чем эти абстрактные знания. Монат, аппликативный фунтер. Да, слушай, мне кажется, такая хорошая точка нашей сегодняшней беседы. Мы с тобой уже по два часа тут наговорили. Я предлагаю на этом потихонечку заканчивать, потому что, мне кажется, такие обсудили. Ну, может быть, не все вопросы, какие мы там намечали, но, я думаю, никто не помешает нам еще раз когда-нибудь повторить. Дело такое. А вот идея про то, что читаете и набираетесь, ну, в смысле, расширяете свои знания, в том числе на какие-то смежные области, которые вам могут понравиться, заинтересовать и вообще, в принципе, пригодиться в жизни, мне кажется, правильная очень мысль. Если что-то хочешь, может быть, такое в конце добавить, слушателям пожелать что-нибудь, посоветовать. Ты, кстати, очень много книг читаешь, просто за время подкаста, наверное, упомянул целые пару десятков уже. Я думаю, мы часть из них точно добавим в шоу-ноты. Но, может быть, ты посоветуешь что-нибудь, что-то сейчас, какую-нибудь книгу интересную или что-то какое-нибудь? Книги, да. Книги, да. Хороших авторов надо читать, хорошие фильмы надо смотреть вдохновляюще. Что посоветую? Во-первых, избавьте себя от информационного шума бесполезного. Это онлайн-игры разные, это бесполезные сериалы, которые... Они просто нас, как инженеров, сильно отвлекают, и мы потом хуже программируем. То есть, вот эти все вещи... Сейчас в мире очень много вещей, которые разрушают нас. Они еще не сформировались и разрушают нас. Всякие вот эти вот соцсети, там долго сидеть, что-то там выяснять. Это все, короче, очень сильно развлекает сознание. А я как человек христианин, то есть, я люблю аскезу. Я понимаю, что аскеза – это теория ограничений. Это то, что действительно тебе дает возможность сосредоточиться и чем-то заниматься, что-то родить. Ну, любой человек творчески знает. Хочешь написать книжку, надо взять и писать. Ты должен быть монахом, сидеть, писать, переживать и так далее. То же самое программирование. Хочешь нормально писать, интересные вещи, ограничиться от остального. Второе. Это надо обязательно поддерживать здоровый образ жизни. Рекомендую. Наверное, лучшее, что со мной случилось в последний год – это бассейн. Рекомендую бассейн. Я перепробовал все. Пробежки, велосипеды. Бассейн лучше всего влияет. Потому что нет нагрузки на колени, нет нагрузки на позвоночник. Ты плывешь, у тебя работают все группы мышц. У тебя прекрасное настроение после плавания. Если есть возможность, ребят, идите в бассейн. И голова очищается, и отдыхаете хорошо. И все мышцы тренируются, и поясница не будет болеть, офисная работа, сидячая. И вы становитесь добрее. Бассейн – хорошо. Бег – это если нет возможности. Бег более травмирует, конечно. И что еще? Кофе поменьше пейте. Вот эти все привычки наши – курение, кофе – это все вещи. Они привыкаются, а потом они вредят нашему здоровью. Задумайтесь над этим, надо ли вам это. Если есть возможность, стремитесь к такому. И чем меньше ядов мы в себя принимаем, тем мы и с ней думаем, и у нас улучшается настроение. И не будет этих склонностей к насилию, склонностей к агрессии в соцсетях и так далее, которые иногда бывают. То есть, вы просто живите, радуйтесь, будьте ближе к природе. И если вас тянет к противоположному полу, то все нормально. Но вы должны понимать, что есть здоровые вещи, здоровый инстинкт – это все хорошо. И жизнь должна быть гармоничной, целостной, согласной с природой. И она должна прийти к удовольствию. Вот я за то, что мы все получали от работы удовольствие. Вдохновение нас никогда не наставляло. И мы между собой всегда друг другу улыбались и помогали. Ибо в этом и есть инженерная культура. Помогать друг другу, наставлять друг друга. И, если что, подставлять плечо помощи. Слушай, ну, мне кажется, отлично, хорошее напутствие. Давай на этом и закончим наш сегодняшний выпуск. Спасибо тебе большое, что пришел в гости. Было, мне кажется, интересно узнать твои мнения по разным вопросам. Надеюсь, нашим слушателям тоже. Друзья, вы не стесняйтесь писать ваши комментарии, замечания, пожелания. Они всегда очень интересны, востребованы и важны для нас. Ну и спасибо, что слушали. До новых встреч и всем пока-пока. Пока.